Ну что ж, этот день настал, День Победы, 75 лет, парадов никаких нет, потому что коронавирус, все дела. Но у нас сегодня будет совсем другой праздник, у нас День Победы над Эджвортом, третья серия наших приключений о Фениксе Райде. Привет, Дази, привет, Каноме. Ты рано деда, в общем-то, ублажаешь за победу, потому что, во-первых, я не дед, как бы еще рано быть дедом, во-вторых, мы еще не победили, ты это тоже довольно правильно замечаешь, нам еще до победы очень-очень далеко. Мы с вами остановились на середине, возможно, не по центру, возможно, мы две трети второго дела, которое уже более серьезное, то есть если первое было обучающее, и там еще толком нам даже не давали особо развернуться, то второе дело о Фениксе Райде, оно вообще прям, типа, развернулось в детективную историю. Так, стоп, геймпад, и почему оно в таком, ладно, вот это, вот это. Я многое, конечно, понимаю, но этого я не понимаю, почему сначала игра запускается в маленьком окошечке, а потом в большом. Так, надеюсь, музыка не орет настолько, насколько она орет у меня. Сажай эту, уже март-февральский. Так не ее надо сажать, она-то что, она просто соучастница, в принципе. И вообще, мы не сажаем людей, мы защищаем наших подчиненных, и это другая история. Каноми, у меня для тебя важное задание. Раз уж ты, столько много сообщений мне писал в личку, и, кстати, да, у нас с тобой одинаковый часовой пояс. Почему? Потому что раз, точнее, два раза в год у нас переводятся часы, у вас не переводятся. Поэтому угадай, что? Полгода у нас с вами одинаковый часовой пояс, а вторые полгода у нас с вами на час разница. Сейчас у нас одинаковый. Поэтому, да, ты говорил, что нашел, как можно нормально настроить звуковые эффекты, потому что я, на самом деле, за эту неделю так фоном посмотрел бы запись стрима до того момента, как и у нас. И там действительно очень много классных звуковых эффектов, которые мы с вами теряем, выключив полностью все эффекты. И, конечно, вот эти вот звуки появления текстов, это полная хинея. Я так понял, что нельзя выключить. Но, может быть, каким-то образом можно включить что-то другое. Так, совесть замучила. Что ж такое? Эффекты подключаю. У меня музыка на три, эффекты на один. Ну, теперь музыка орет, как не в себя. Как с этим нам жить? Типа, она громче меня стала. В разы. И меня это не устраивает. А у меня, на секундочку, вообще, почему? Звук выключен на компе. Вам-то я могу сделать потише отдельно. Вот так вот где-то. Не знаю. Общий звук на компе убавит. Ну, такое, короче. Ладно. Попробуем так. Но, вы знаете, что я не фанат эффекта звука появления текста в этой игре. И всяких пищавок, которые можно убрать. Но остальное, наверное, классно будет. Примерно так и у меня. Хорошо. Ну, в общем, следите там за звуком. Если будет вдруг что-то орать, напрягать, вы мне пишите обязательно. По этому поводу. А мы, наконец-то, продолжим. Хотя, как продолжим? На самом деле, сейчас будет не такая интересная часть. Ни дебаты с Эджвардом. Ни защита в суде. А сейчас, походу, мы опять отправимся в детективную историю. Зачем я новую игру пытаюсь начать? Непонятно. Но, ладно. Раз уж тут есть такая часть, то попробуем сейчас новых улик накопать. Чтобы было все очень классно. Так. Старик в первом деле орал прикольно. Ну, это уже никто не услышит. 7 сентября, 15.11. Следственный изолятор. Комната для посетителей. О, господи. К ней-то зачем мы пришли? Ой, приветик. Не ожидалось, что меня нависят в таком промазанном месте. Знаешь, это так трогательно. Это ты хотел услышать? Ты, вонючий адвокатишка. Надеюсь, ты помрешь. Спасибо. Отлично. Сначала просто стрима. Пожелали смерти. Великолепно. Сажай ее. Это суд будет решать. А мы-то не тем занимаемся. Понасмехаться я явился? Давай смейся над поверженными смей. Нет, дело не в этом. Я хотел кое-что у вас спросить. К сожалению, я не хочу, чтобы меня о чем-то спрашивали. Когда же ты от меня отстанешь? Ты дикобраз недоделанный. Что? Ну, пошло-поехал. Прошу успокойтесь. Вы охранника пугаете. Да ему пофигу? Он там нарисован на фоне. Ну и что ты хотел мне спросить, а? Для начала. Когда вы успели стать настолько ненормальной? Так. Давайте поговорим. Тот мужчина. Да, он меня больше всего интересует, на самом деле. Насчет того мужчины, с которым вы снимали номер отеля. Вообще, на самом деле, это краткий пересказ. У нас тут как бы убили нашего босса. Крутого адвоката, который нас чему якобы учил. Мы это, естественно, пропустили. Мы расследуем ее убийство. Главное, подозреваем, оказалась ее младшая сестра, которая находилась в тот момент в комнате вместе с трупом нашего босса. Но она, естественно, невиновна. Мы ее защищаем. Здесь какая-то мутная история с явной подставой. История про каких-то медиумов и древней какой-то ненависти к их семье. Какого-то мужика по имени Уайет, кажется. Если я не путаю имена. И, кажется, он-то и убил нашу Мэй. Но пока все, что у нас есть, это вот эта вот странная поехавшая баба. Которая была главным свидетелем по делу. Но мы завернули все так, что она теперь чуть ли не главный подозреваемый. Но мы-то знаем, что убийца не она. Так, ну-ка, Номи пишет, что знает, что убийца она. Я не знаю, откуда у него такая информация. Я не понимаю. Так, насчет того мужчины, с которым мы снимали номер в отеле. Можете рассказать мне о нем? Где он? Ну же. Ну, кстати, да, я почти сейчас не слышу звук появления текста. Так что меня это не бесит. Губу раскатал. Хм, было бы у меня что-нибудь, что бы могло заставить ее говорить. Да, у нас есть вообще что-то? Послушаю еще устройство, кстати. Зачем вы прослушали телефон Ми и Фэй? Ну, не надо это говорить с таким холодом, будто я преступница какая. Эм, прослушаю телефон, а вот и преступлениями с Мэй. О, наверное, ты узнал об этом в адвокатском институте, да? Придурок. С этой женщиной просто невозможно говорить. Так, ваше поведение. Скажите, почему вы такая злая? По-моему, вы не похожи на плохого человека. Ты уже достал меня, гад ползучий, мерзкий адвокат. Гад ползучий. Не понимаю, она ненавидит всех адвокатов или только меня. Так, ладно, с ней разговаривать бессмысленно. Ну что? А мы можем изучить. Хотя что мы можем изучить? Ни черта мы не можем изучить, мне кажется. Это охранник слизиста комнаты для посетителей. Ни разу не шернулся настоящий профи. Либо им здесь нечасто удается увидеть женщину вроде мисс Мэй. Блин, на мышке, конечно, шустрее было бы это все правильно. Вы увидите, она снимает скрытая камера. Вообще бессмысленно осмотреть эту комнату. Так, покажи ей, что не записку с Майей. Ну, кстати, можем. Да, действительно, можем показать записку с Майей. Почему бы нет? Так, показать. Ой, знаешь что? Скажу тебе по секрету. Ты, ну, ты меня просто бесишь. Поэтому сгинь, потому что, видишь ли, я с тобой сотрудничать не собираюсь. Здесь... Ага, спасибо, я заметил. Так. Показания Мэй. Я в фейл, клонялась с удара, побежала вправо и догнали удалену насмерть. Знаешь что? Так, понятно. А что ей показать-то вообще? Может, прослушку? Мне, кажется, с ней вообще нет особого смысла разговаривать. Ни по какому поводу. Так, зачем я? Что я пытаюсь сделать? Она нам ничего не скажет вообще. Она, во-первых, поехавшая. Во-вторых, ей, типа, не... Ничего не даст то, что она нам что-то расскажет. На самом деле, конечно, проклация. Но с другой стороны, в принципе, не она убийца. Она может пойти на сотрудничество. Но это вообще нет смысла. Зачем вообще с ней разговаривать, я не понимаю. Так, третье дело... Ну, нам второе надо дело закончить. Так. Давайте вернемся в наш офис. 7 сентября, юридическая фирма Фэй-Партнеры. Похоже, у криминалистов сегодня выходной. И детектива Гамш нигде не видно. Полиция весь офис перетрахнула. Кстати, детективу Гамшу, наверное, этот Эджвард прокурор вставил люлей и лютейших. Судя по его комментариям в нашей перепалке. Сомневаюсь, что здесь остались какие-то ценные улики. Хотя можно и осмотреть все еще разок. Хуже не будет. Давайте попробуем. Любимая комната растениями. Теперь поливать его придется мне. Ничего примечательного. Зашибен. Постер какого старого фильма. Кажется, да, это был любимый фильм. Больше книг по юриспределенности сюда не впихнуть. Даже сильно захотеть. Так, это мы все читали уже. Что-то показалось. Окно, может быть. Немножко на небе, мрачнее тучи. А вон и отель прямо через дорогу. Кстати, кстати, кстати. Но мужик-то этот... Он же тоже прописан был в... В номере. Вместе с этой... Май-апрель. Апрель-май. Он же должен где-то жить, как бы. Может, он там до сих пор. Почему только эту комнату можем посмотреть? Не знаю, зачем мы сходим в Гроссбергу. 7 сентября юридическая фирма... Опа, стоп, картина пропала. Юридическая фирма Гроссберга. Хм, похоже, Гроссберга нет на рабочем месте опять. Может, он просто почему-то меня избегает? Так, а где картина, дружок? Постойте-ка. Разве на этой селе не висела гигантская картина? Так, минус картина, да. Да, точно. И на картине был нарисован... Рыбак, букет, что? Там и Диана Джонс был нарисован, насколько я помню. Я за неделю мог уже забыть. Разве нет? В любом случае, это была не особо запоминающаяся картина. Так, это что за... О, это же Уайетт тот самый. А тут у нас что? Какие-то старые фотографии, их здесь две. Наоборот, есть надписи, сделанные карандашом. Дело, ДЛ6, фотография 1. Дело, ДЛ6, фотография 2. Ну-ка. Это, походу, мать Мии. Я точно уверен, что где-то уже видел эту женщину. Пожалуй, позанимствует эту фотографию. Не думаю, что ей сразу же кто-то хватится. К тому же, вдруг это важная улика. Пускай будет у меня. Так, фотографию украдкой добавлены материалы дела. Опять мне кажется, что это в суде могут не принять. Вот этот черт! Вот он, наш убийца! Но мы это знаем, потому что игра с полиэритном сразу. На столе лежит фотография. Ну да, лучше взять, конечно. Поменять. Блин, я только одну фотографию могу взять. Вот черт. Я не знаю, как его взять. Так, ни за что не расстанешься с ней. Не видно. Наверное, не стоит. Непонятно. Дорогостоящий книжный шкаф из красного дерева заполнен дорогостоящими книгами. Ммм, странно. Такое ощущение, что их вовсе не читали. Ну, это понятно, что этот грузбух. Какой-то мутный тип, который только пыль в глаза нам кидает. Крепкий рабочий стол из красного дерева. Да, все то же самое. Это что такое? Столик для клиентов. Ммм, роскошный эбинерный футляр для сигара, если не ошибаюсь, зажигалка чистого золота. Это же незаметно, понятно, понятно. Так, опять фикус. Дорогое кому-то растение. Это тоже. Блин, только одну фотку можем взять. Брать фотку матери Мии? Или этого Уайта? Бери его, зачем нам мать? Ну, его-то мы видели, а мать нет. Нет, в принципе, я думаю, что если он окажется в суде, то он и так там будет. А мать Мии может оказаться уликой, которая каким-то образом сведет его с этим адвокатом. А этот адвокат окажется мутным. И по итогу, черт его знает на самом деле. Я не знаю, как убрать. Я не понимаю, почему обе нельзя взять. Раз уж и золотую зажигалку можно взять. Как бы, что уж тут, как бы, гулять так гулять. Не знаю, я возьму фотографию мать Мии. И вообще не факт, что это мать Мии, если что-то пошло. Так, изолятор. Вот мы еще в отеле не были. 7 сентября. Отель Гейтвотер. Номер 303. О, сэр, добро пожаловать. Должен признать, вы себя сегодня прекрасно показали. О, спасибо. Простите, что пришлось вас в это впутать. Нет, нет, вам не за что извиняться, сэр. Сегодняшними действиями вы только улучшите реноме нашего отеля. А, реноме? Это что такое, по-французски? Да, репутация. Мы станем известны как отель, где убийца прослушала телефон жертвы. А за этот номер можно брать как за номер класса люкс. Прекрасная бизнес идея, сэр. Погодите. Мисс Мэй же не обвиняли в убийстве. О, я тоже прославлюсь. Посыльный, что принес убийце кофе со льдом. В чем я такое чувство, будто мы оба застряли в каком-то дурном сне. Поэтому вы наш почетный гость. Прошу дайте мне знать, если вам вдруг что-то понадобится. Так, коричневый уайт, учим французский прямой фильм. Кстати, на самом деле, да, он очень похож на того чувака. Только с другими волосами. Так, изучить, что можем изучить. Почему мы его не можем изучить? Ммм, изящая колода все еще торчит отвертка. А, сэр, пожалуйста, оставь все как есть. Теперь это комод кошмара, вскрывающий смертоносный подсушивающий прибор. Скоро он стоит одной из наших популярнейших достопримечательностей. Он не шутит, с ума сойти. А, какая-то фотография. Стоп, может, это картина? Не важно. В общем, с ней что висит. Нам нужна какая-то улика, которая нам этого уайта. Мы, кстати, можем поговорить с Зворецким. Он же передавал ей вроде какое-то сообщение от него. Здесь стоит у вас за цветами. Я не особо хорошо разбираюсь в названиях. Знаю только тюльпаны до подсобных. Я не понимаю, почему то, что мы уже посмотрели были ранее. Она же, типа, галочка отмечается. Почему она сейчас не отмечается галочкой? Хорошая сегодня погода, ган. Отсюда отлично видно офис фирмы Фэй Партнеры. Да, верно. Мы собираемся установить здесь телескоп и направить его на то окно. Всего за 5 долларов вам на 3 минуты откроется вид на убийство. Жуть какая. О, это я шучу, сэр. О, хо-хо-хо. Судя по тому, как у него блестят глаза, здесь только доля шутки. Обычная кровать. Похоже, недавно заправили. Ничего подозрительного. Вот, 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 Каноми. Ничего подозрительного, почему ты так намекал на эту кровать в прошлый раз? Ничего вообще здесь не происходит. Так, стоп, где-то еще можно посмотреть. Настоит свои два бокала бутылка шампанского. Почему их до сих пор еще не убрали? А, сэр, прошу прощения, но не могли бы вы, пожалуйста, ничего здесь не трогать? Они уже часть декора. Я даже название придумал. Последний глоток перед убийством. Мы произведем фурор. Произведем фурор. Войдем в историю власти некосичной индустрии. Она же пила кофе со льдом, а не шампанское, чувак. Так, давайте поговорим. Мисс Мэй. Насчет мисс Мэй. А, мисс Мэй, сэр. Не желаю хвастаться. Ну, как только я ее увидел. Я сразу же понял. Она точно пойдет на это. На что? Мне уже кажется, что это вы тут у нас самый подозрительный. По-моему, чувак, ты в суде сказал, что когда впервые увидел мисс Мэй, то увидел их в первую очередь. А не то, что она пойдет на что-то. Зачем ей заправить убийцы? Да это прислуга заправила кровать. Какие убийцы? Я бы хотел спросить... Они вообще даже, может, не ложились как бы в эту кровать. Я бы хотел спросить вас о мужчине, который был с мисс Мэй. А, да-да. Он показался мне тем еще сердцеедом, если вы понимаете, о чем я. В ту же секунду, как я его увидел, мне все стало ясно, сэр. Мы с ним птицей одного полета. Ну, или помета, как мы помним, один мудрец говорил. У нас чувствуется некая опасность. Вот тут уж я с вами полностью солидарен, мистер Чокнутый Посыльный. Если бы у вас была фотография этого мужчины, уверен... А-а-а! В фотографиях. Черт. Не могли бы вы рассказать мне об отеле? Безусловно. Кстати говоря, у меня появилась замечательная идея, сэр. Сейчас наш отель известен просто как Гейт Уотер. Я же предлагаю добавить подзаголовок. Подзаголовок? Отель Гейт Уотер. Обитель смерти. Да. Ну, как вам? Э-э-э, прекрасно звучит. Сомневаюсь, что у него там обычный чай. Так, я понял. Я понял, дружище. Мы идем за фотографией. Надеюсь, она все еще там. Так, берем фотографию. Поменять. Но стопудов нам фотография другая тоже понадобится. Сто пудов. Я вам это гарантирую. И надо ее по итогу забрать. Так, показать. У нас максимум улик, кстати. Или, может быть, появится больше стопудов. Пожалуйста, взгляните на эту фотографию. Детектив! Это был он! Э-э, я, вообще-то, адвокат. Покажи ему мать. Вдруг это она убийца. Ну, такое. О, я это знаю. Я просто хоть раз в жизни хотел сказать детектив. Ну, вы же понимаете. Нет, не понимаю. Я тоже не понимаю. Без сомнения, это он заселился в отель вместе с Miss April May. Давайте напишу письменные показания, в которых выражу, что это был он. Письменные показания? Он как-то слишком уж всему этому рад. Пускай напишет. А мы возьмем вторую фотографию. Ладно, почему бы и нет. Ура! Всегда мечтал это сделать, сэр. Отныне я буду известен как посыльный, чья ручка явила миру письменные показания. Как угодно. Только прошу вас побыстрее. Так, описание мужчины, который в ночь убийства был в отеле вместе с Miss May. Великолепно. Показания абсолютно добавлены материалом дела. Теперь даже Miss May не отвертится. Да, появилось больше слотов. Что еще можно показать? Это в целом больше ничего, я думаю. Про слушку разве что. Прошу прощения, во время заседания только я делал, что думал об отеле. Поэтому не обращался внимания на улики. Нет, он ни черта не скажет нам. Я хочу поменять фотографию. Никто и гадный, покажи у Уайта. Вздох его, снова нет. Хм, фотографии. Ах, ты ж пес. Опять ты намеков не понимаешь? Проваливай. Эй, я вернулся сюда лишь только потому, что вы со мной говорить не хотели. О, так это я виновата? У тебя не только башка колючая, но еще и сердце. С меня хватит. Разбираюсь с этим делом. Привись на лосо. О. Это у тебя еще карантина, дружище, нет. Так. А ну-ка. Не могли бы мы взглянуть на это? Что это? Письменное показание посыльно. Он рассказал все, что видел. Он поведал мужчине, с которым вы снимали номер. И описал, как тот выглядел. О, Господи. Наконец какой-то прогресс. Снова юность в сапогах. Так, вы сни... Нет. Приструнить ее. Ну все. Пора надавить на нее как следует. И чуток сблифовать. Не зачем притворяться дурочкой. Если она вообще притворяется. Если вы мне все не расскажете, я отдам эту фотографию прессе. Что? Этот мужчина сейчас скрывается, а должен был давать показания по делу об убийстве. Уверен, с его репутацией журналистам будет что написать. Ууу. Ладно, я все расскажу. Ты. Ты победил, адвокат. Да. Блин. Какое приятное чувство. Мне кажется, сейчас будет подвох. Как прекрасно жить. Чего ты так победно размахиваешь кулаками? Кхм. Итак, расскажите мне о человеке, с которым вы были в отеле. Этот мужчина, это мой босс. Ред Уайт. Президент Блю Корп. Конгломерата, занимающегося сбором информации. Ред Уайт. А, кстати, помните? Мы же слышали их разговор перед убийством. Он как раз хвастался, что сбор информации это его дело. Пусть не жесткий. Бей ее. Сбором информации? Ну, думаю, это можно назвать детективным агентством. Хм. Значит, он был с вами в ночь убийства. Мне страшно говорить. Я не хочу закончить, как она. Опа-на. Не переживайте, я тогда поговорю с ним сам. Вы можете мне сказать, где находится Блю Корп? Что? Мистер Ред Уайт, значит. Наконец-то появилась нить, ведущая к нему. И если убийство совершила не Эйприл Мэй, остается только он. Пора задать жару. А может быть, с МИей поговорим? Показания посыльного вы... Куда выброшено? Алло, что за дичь? Я не понял. Ну, ладно. Компания Блю Корп. Опа-на. А вот и картина. Господи. Это фанаты так перерисовали эту текстуру Блю Корп. Она очень сильно выделяется. Подпись. Не в тему. 7 сентября. Офис президента компании Блю Корп. Что это за порождение сюрреализма? Добра жаловать! Прошу сообщить мне велич... Чё? Величание своей персоны. Что за... Ваше имя! Как ваше... Господи. Ой, всё хорошо в этой игре, но не японский стиль. Я вам честно это говорю. Это... 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 Это дичь полнейшая. Кстати, я тут только узнал, что получается первая игра вышла ещё в 2001 году. То есть ей скоро будет 20 лет. Можно сказать, что это ретро-игра. А это у него кольца или кастет? Потому что он сейчас как-то зарядит. Ваше имя. Как ваше имя? Я всего лишь вопроси... Господи, честно, манера речи. Вопрос интересуюсь. Как вас надлежит величать? Райт. Феникс Райт. Вопрос интересуюсь. Мистер Райт, значит. Да, понятно. Привас хлебно. Вас же не устрашает мой гигантический вокабуляр. Да что с ним не так? Ред Вайт. Президент Облюкорп. Образцовый общественной организации. Специфика моей работы сводить меня с самыми сливками общества. Поэтому боюсь, я не привык общаться с теми, кто скорбен словарным запасом. Ну и фрукт. Да, если бы он был фруктом, то он бы сто пудов был бы сливой лиловой, спилой, садовой. Это ремастерит или ретекстуринг? Ну, это скорее всего HD, потому что она выходила для какой-то DS-ки, наверное. Насколько я помню. Ну, на Nintendo консолях она выходила изначально. Тут просто HD разрешение картинкам добавили. Ну, а ты же сам видел вот этих всех видосиков стареньких, как все пикселится. Там, а это вот, может они перерисовали, кстати, возможно. Фиг знает. Я не знаю, как создавался этот HD ремастер первых трех игр. Позвольте угадать. Вы адвокат, лишь недавно окончивший университет. Разве не так? Ибо никто другой не решил бы просто так взять и явиться ко мне. Что он имеет в виду? Впрочем, не важно. Итак, с каким же намерением этот великий адвокат пришел к такому человеку, как я? Жуть. Самолюбие у этого типа просто зашкаливает. Давайте посмотрим. Во-первых, картина. Разве я не видел ее до этого? Может, это копия? Не говорите ерун... Как считать его вот эти слова? Я не понимаю. Не говорите ерунду постей. Меня интересуют поклонники. Точнее, подлинники. И только подлинники. Это самый что ни на есть настоящий подлинник. Стоит миллионов пять, уж поверьте. Хм. Может, он этого и толстого деда убил уже. Впечатляющая коллекция наград. Судейская награда. Почетное второе место. Судейская награда за сотрудничество. Почетный приз за добрые намерения. Хм. Взгляд цепляется за слова почетный и судейский. Блин, у него что, есть юридическое образование? Что за дичь? Так, я это уже сказал. А, тьфу. Окей, я думал, ты его спрашивал. Что за награда в виде знака вопроса? Для кого? Статуя мужчины, держащего в своих руках весь мир. У глаза сразу же бросается надпись BlueCorp. Ну да, потому что она фанатами вставлена. А саму статую, конечно же, лепили с мистера Уайта. Настоящий шедевр. Но, наверное, для вас она слишком прекраснительна. Не так ли? Думаю, она для кого угодно слишком прекраснительна. Кажется, это что-то наподобие стола. Ну и ну. Вот так. Ножки у него. Стол с золота, что ли? Вы заметили, что их лепили по моему образу и подобию? Как вам? Неужели эти гладкие выкруглости ни на что вас не вдохновляют? А! Я только сейчас обратил внимание на ножки. Окей. Окей. Секретное достижение. Она есть еще у него, поэтому ты видишь знак вопроса. Я понял. Вот эти вот все выкруглости, о которых речь, я только сейчас заметил. Знаете ли, я хочу такой же стол теперь. В принципе. Великолепный стол. Офис находится на последнем этаже 20-этажного здания. Вид отсюда открывается довольно президентский. Так. Может, еще что-то можем увидеть? Да. Вот эту часть, конечно, на мышке проще делать, чем на гимпале, думаю. Так. Поговорить. Мисс Мэйн. Мисс Айприл Мэйн. Ваша сотрудница. Верно? Верно. Она была моим секретарем. Или кем-то там. Другой слой. Только представьте мой шок, когда я узнал о ее злодеяниях. Злодеяниях? Вы имеете в виду прослушку? Верно. Ей платили за ответы на звонки. А прослушивание звонков в ее обязанности не входило. Действительно, работая у нас, она занималась в том числе и сбором информации. Но, смею вас уверить, мы не поощряем незаконные методы. По-моему, непостижимо, как она могла пойти на подобное. Сказал с ощущением, что он пытается свалить все на мисс Мэй. Той ночью, когда произошло убийство, вы были в номере мисс Мэй? Кто знает, я редко обращаю внимание на мирские вещи вроде пространства и времени. Девиз всей моей жизни – не беспокойся, будь счастлив. И все-таки мистер Уайт. Работающий в отеле посыльный утверждает, что точно видел именно вас. Неважно, пусть утверждает, что ему заблагорассудится. Вам я в любом случае ничего не скажу. Если вы хотите что-то от меня узнать, то вызывайте в суд в качестве свидетеля. Хотя я сомневаюсь, что вы на это способны. Чувак, я адвокат. Как это я не способен? Хм, Айтен поднял хороший вопрос. Почему прокуратура не вызвала его в качестве свидетеля? Ведь он должен был увидеть то же самое, что и мисс Мэй. О-хо-хо. Полицейские, судьи. Для меня они лишь игрушки, куклы в моем театре. Интересно, к чему это все. А что представляет собой ваша компания Blue Corp? О, замечательный вопрос. Мы покупаем и продаем различную информацию. Это бизнес будущего. Можно сказать, что мы и есть будущее. Продаете информацию? Всего за 10 лет я поднял этот офис до необычайных высот. До 20 этажа, как мы узнали. Так, она если я так читал, тогда ножки будет иметь большего грубости. Вот почему толстяк не помог. Понятно. Сердце, я поднял этот офис до необычайных высот. Во всех смыслах этого слова. Кстати, если вам вдруг интересно, компания Blue Corp названа в честь музыки Blues. И назвал ее так я, Red White, основатель ООО Blue Corp. Вы спросите, почему? Потому что я люблю блюз, разумеется. Господи, вот это каламбурист. Фантасхитительно, не правда ли? Картина. Я, если честно, меня кое-что беспокоит. Да, и что же? Это огромная картина. Я ее уже видел. Знаете, я ее уже раньше видел. Неужели? Да, буквально вчера. И что вы изволите этим сказать? А сказать я изволю следующее. Ну, точнее, я хотел бы спросить следующее. Почему эта картина висит на стене вашего офиса? Мистер Врайт, верно? Врайт. Врайт. Сдается мне, что вы не вполне осознаете свою текущую роль. Я спрошу еще раз, кто вы? Ну, эээ, адвокат. Нет, мой наивный друг. Вы всего лишь адвокат. Вы ничтожество, тляп, шик, пустое место. Как это жалкое подобие адвоката. Грязь-бургер. Что? Ай! Ох. Так, я говорю, у него кастет. Он меня ударил. Ну так что, мистер адвокат? Что теперь будете делать? Ну, нападение меня обвинять? Обвиняйте сколько душе угодно. Только вот виновным признают вас. Что? Слушайте меня внемлительно. Полицейские, судьи, все они подчиняются мне и только мне. По вашим словам, да. Но все же, возможно ли такой контроль на самом деле? Я не жду, что вы поймете. Этот мир существует за пределами вашего восприятия. Полагаю, вас ко мне направил грязь-бургер. Мистер Гроссберг, да. В таком случае, поинтересуйтесь у него, что здесь делает принадлежащая ему картина. Быть может, он вам расскажет. Быть может, он поверит, как человек способен жить лишь ради собственной выгоды. А теперь прочь, кыш! Нам здесь больше нечего обсуждать. Так, слышь, я твою фотку покажу тебе же, понял? Не будете ли вы так любезно прекратить счетную болтовню и освободить данное помещение? Позвольте перефразировать, чтобы вы точно меня поняли. Заткнитесь и проваливайте. Мне больше не о чем с вами говорить. Ну и ладно. Пошлите грязь-бургеру. Не туда я пошел, ну ладно. Максим, привет. Ты попал в серьезную передрягу, как и все мы. Нас только что избили в прямом эфире. Есть доказательства, поэтому звони ментам. Так, загрифили кибербуллинг. Видимо, он постоянно ушел. О, из ванной комнаты доносится шум воды. Ля-ля-ля-ля-ля, делаю деньги, делаю деньги, делаю деньги. Остальные все дребедень. Кажется, кому-то крайне нравится мыть кафель. Ну ладно, я случайно сюда зашел. Давайте грозбург. О, вот и он. Он спит. Похоже, он меня не замечает. Может, мне тоже прокашляться попробовать? Хэ-хэм! Святые угодники! О, это вы. Что-то случилось? Вы выглядите так меланхолично. Выглядит так меланхолично. Словно старец на закате своих дней. Что? Я еще молод? В самом рассвете сил. Просто думал обо всем, что произошло. Готов поспорить ему явно, что-то не хватает, не дает покоя. Все, я не снесу. Значит, вы приходили на слушание. О, да-да, я там был. Видите ли, меня всю прошлую ночь кое-что беспокоило. Я не мог замкнуть глаз. Правда, что же вас беспокоило? Что ж, видите ли, я думал о сестре Мии, той бедной девочке. Это все сердце благодарю вас, мальчик мой. Если бы с ней что-то случилось, я бы себе места не нашел от волнения. Хотя я это уже и спрашивал, но все же, почему вы отказались защищать Майю? Мне кажется, я имею право знать. Право знать, мистер Райт? Нет, нет. Извините, мне нужно больше времени, чтобы все обдумать. Грязьбургер. Ну да, он не дед. Я удивился, когда увидел страничку игры в стиме Джорни. Так нечего, в принципе, удивляться. Скоро год пройдет, как она вышла Epic Games Story. И ровно на год была она эксклюзивом. Я только не помнил, она в середине мая или июня выходила. И вот как раз спустя год должно выйти. Так что все классно. Если вдруг вы не играли в Джорни и боитесь покупать игры Epic Games Story, а только в стиме, скоро у вас будет абсолютная возможность заняться прохождением Джорни. Замечательной игры на ПК в стиме. Нет, нет, извините, мне нужно больше времени, чтобы все обдумать, мальчик мой. Похоже, он чем-то серьезно встревожен. И кажется, я даже знаю, чем именно. Мистер Гроссберг, я посетил офис компании Blue Corp. О, а вот как? Знаете, должен признаться, меня кое-что беспокоит. Да, и что же, мой мальчик, я вас слушаю. Понимаете, дело в... Большой картине фотографии Мистера, это отказа из-за чего нет. Давайте в большой картине. Мистер Гроссберг, сэр, вчера у вас здесь висела огромная картина, разве нет? Вы еще сказали, что ни за что с ней не расстанетесь. Помните? Что ж, я ее видел сегодня. Она висела в офисе президента компании Blue Corp, в офисе Рэда Уайта. Значит, вы заметили. Полагаю, мне стоило этого ожидать. Картина все-таки была немаленькая. Мистер Гроссберг, я знаю, что вы как-то связаны с мистером Уайтом. Связан, говорите? Да, дело в том, что он... Делит с вами информацию, шантажирует ваш любовник. Отличный вариант, кстати, выбрать. Как там будет происходить онлайн? Как на АПС-ке? Да, я думаю, да, думаю, так и работает это. А как иначе? Это концепция же ведь основная. Так, чтобы не заметить, значит, любовник. Ну, блин, вот тут непонятно, шантажирует ли или делится информация. Потому что делиться информацией он с ним может вполне себе. Но так как он забрал картину... А или нет, или... Или Грязберг отдал за информацию картину. Раз тот торгует информацией, то, возможно, он расплатился. Но, скорее всего, делится. Скорее всего, шантажирует. А мне кажется, ну, точнее, как делится? Делится это, типа, добровольно. Ну, в любом случае, любовник. Отличный вариант. Боялся идти в суд. Да, наверное, тогда шантажирует. Согласен с этим доводом. У мистера Вайта есть что-то на вас? Он вас шантажирует? По-моему, так, эта картина как раз отлично это доказывает. Что ж, будь по-вашему. Быть может, это тот шанс, который я так давно ждал. Возможно, настало время сбросить с души этот камень, чтобы, наконец, обрести покой. В конце концов, вы были учеником МИИ. Неужели это была судьба? О чем это он? Так. Рэд Вайт это человек, который наживается за счет шантажа и угроз. Его компания Blue Corp известна тем, что собирает информацию о слабостях других людей. И я плачу ему вот уже 15 лет. 15 лет? И как вы могли догадаться, всему виной дело DL6. Это было написано на обратной стороне фотографий. Именно из-за этого я не мог взяться за дело Майи. Если бы я согласился, Вайт бы меня уничтожил. Так вот, как они связаны. Мне очень тяжело вам это говорить, мальчик мой. Но арестовать Рэда Уайта будет практически невозможно. Невозможно? Почему? У него на всех есть компромат. Он всех держит железной хваткой. Под его контролем адвокаты, прокуроры, судьи, полицейские, а также многие политики. Что? Они связаны по рукам и ногам, и, увы, ничего не могут с этим поделать. Не говоря уж про него. Не смотрите на меня так. Перед вами человек, что жил с этим грузом много тяжких лет. Зашибенно. Что за дело там? Что такое дело ДЛ-6? ДЛ-6 всего лишь код, который этому делу присвоили в полиции. Его события произошли 15 лет тому назад. Тогда ко мне за помощью обратилась Медиум. Медиум? Ее звали Мисти Фэй. Господи. Так, Фэй. Все верно. Это была мать Мии Майи. Она помогала полиции раскрыть одно убийство. И у нее не вышло. В результате полицейские сочли ее мошенницей. Именно об этом мне недавно рассказывала Майя. Я сделал для нее все, что мог. И в конце концов спас ее доброе имя. Однако то убийство до сих пор остается нераскрытым. Вот что кроется под названием дело ДЛ-6. Нам еще сейчас это дело раскрывать под наследней давностью? Вы слишком заморочились, ребята. Мистер Гроссберг, но почему из-за всего этого Ред Вайт стал вас шантажировать? В то время дело ДЛ-6 держалось в сражающем секрете. И это можно понять. Полицейские не хотели, чтобы люди узнали об участии в расследовании Медиума. Они просто не могли позволить им узнать. И все же один человек об этом узнал. Потому что я... Я рассказал ему. Рассказали Уайту? Он предложил мне огромную сумму. Теперь мне об этом стыдно даже вспомнить. Из-за того, что я проболтался, полицейских подняли на смех. Втайне ото всех они начали искать того, кто их сдал. Разумеется, об этом узнал Уайт и снова пришел ко мне. Только на этот раз предлагал огромную сумму уже я. Теперь понятно. Уайт крутит законами нашей страны, как ему вздумается. Но если вы все же желаете бросить ему вызов, осмотрите еще раз офис Мии. Офис Мии? Она в течение многих лет сидела за каждым его шагом. У нее должны были остаться какие-то записи о нем. Так. Что можем показать? Не знаю, давайте Уайт ему покажем. Простите, сэр. Я ее у вас одолжил. А, так это были вы, мой мальчик. А что это за человек? Это долгая история. Верните, пожалуйста, фотографию. Почему-то он не хочет об этом говорить. Надо бы отдать ему фотографию. Да не надо. А! Так. Эта игра несколько лет, сколько он носит камень. Что? Простите, мальчик мой. Не думаю, что могу вам с этим помочь. Ладно. Очевидно, надо идти... В офис. Ой, что я нажал? Странно. Сейчас так он окажется такой обычный. Трудно представить, что здесь произошло убийство. Мистер Гросбер сказал, что тут могут быть улики. Может, стоит еще раз все осмотреть? Стал Мии. Идеально чист, как и всегда. Тут не хватает только самой Мии. Здесь документы по всем делам, над которыми работала Мия. Они расставлены по алфавиту. Так? Какую папку мне посмотреть? Наверное, White? Я только не помню, как его зовут. Ну ладно, пойдем по очереди. А, Б, точно. Б, Блюкорп. Ну да, Блюкорп тоже нормас. Все документы на букву Б отсутствуют. Понятно, White забрал. Кто-то их забрал. Так. Попалку посмотрим. А, ну еще раз А и Б. Так, все документы на букву Б отсутствуют. Только зачем он все документы на букву Б забрал? Чтоб, типа, не палиться? Так, посмотрим. К до С. Ничего интересного. Так, пролистать. Ну, так и быть, пролистаю их. Больше всего документов разделено букву С. Самоубийство? Фу. Мия сделала подборку сообщения о самоубийствах. Разные политики, полицейские. Опа-на. На многих из них присутствуют пометки карандашом. White? Это почерк Мии. Стоп, я понял. Мия считала, что он связан со всеми этими самоубийствами. White довел их всех до... Эти газетные вырезки могут пригодиться. Хм. Нужно найти самые шокирующие статьи. Газетная вырезка добавлена. Так, статья об одном политике я покончил с собой. Сверху ручкой написано слово White. Ну, такое, мне кажется. Кто-то ручкой написал. Что значит, мы уже все посмотрели? А ты и я. Ниже смысл, часть закона-то пропала. Причем самое важное. Эх, я сдаюсь. Ну, ладно. Но все равно нет дел на букву B. Похоже, мисс Май сейчас допрашивает. Сомневаюсь, что мне сегодня позволит поговорить с ней еще раз. Так, а, блин, а с Май поговорить нет? Давайте этому покажем. Вот что мне удалось найти в документах МИИ. Значит, как я и предполагал, она и вправду собирала информацию о Рэде Уайт. А Рэде, просто так называю. Что ж, если не желаете бросить ему вызов, можете предъявить это в суде как улику. А что, неплохая идея. Я только не знаю, куда мне идти. Лучше ее не трогать. А то, кто знает, что потом учудит этот посыльный. Блин. Вот тут нет галочки. На столе стоит два бокала, бутылка шампанска. Лучше их не трогать. Почему галочка-то пропадает? Я не могу понять. Хорошая сегодня погодка. Сюда отлично видно офис фирмы Фэй Партнеры. Тут тоже делать нечего. Куда идти экономия, как ты думаешь? Отдай я записку с именем Майи. Топ-100 самоубийств. В смысле, кому отдать? Этому? Он же не знает. Мы вроде ее пытались всучить. Простите, мальчика моя, не думаешь, что могу вам с этим помочь? Он мог бы дать какой-то совет же. Он, блин, адвокат опытный. Ну, блин, не влюкорб же мне идти. Хотя шо остается? Ну надо же, вот так настойчивость. Простите, но мне нужно кое о чем спросить. Мистер адвокат. Я терпеть не могу, когда мне приходится повторяться. Но, похоже, смысл моих слов так и не пробился вашу черепушку. Хватит меня беспокоить. Если вы дальше будете испытывать мое терпение, боюсь своей может произойти серьезная неприятность. Я понятно изъясняюсь? Понятнее не бывает. Нет смысла спрашивать об этом человека, плющего на закон. Нужно вооружиться с какими-то уликами. Что-то не так? У меня что-то на лице. Ну, разумеется. У меня на лице глаза и нос и рот. Но это я, конечно, потешаюсь. Не стесняйтесь, умнитесь, друг мой. Я не стану думать о вас дурно, так что посмейтесь над моими космополитическими шутками. Ну, блин, ну покажем ему эту вырезку. Но мне кажется, это зря. Мне оставил мне только эту зацепку. Так что надо, чтобы она не пропала даром. Мистер Уайт, взгляните. В этой статье написано про самоубийство одного политика. Он втайне присваивал себе правительственные деньги, пока однажды об этом не стало известно прессе. И на следующий же день он покончил с собой. И зачем вы мне все это рассказываете? Я нашел за статью в офисе Мии. Мисс Мии. У нее была целая папка с подобными вырезками. И на каждой из них было написано всего лишь одно слово. Уайт. Мистер Уайт. Я знаю, как вы связаны с тем политиком. Вы дарим взятку. Вы за ним шпионили. Вы его зашантажировали. Скорее всего, шантажировали. И он на это деньги икрал. Вы его шантажировали. Шантажировал? И не только его. Вы запугивали сотни других людей. Вы причастны ко всем самоубийствам, которые расследовала Мия. Ваша компания построена на шантаже. Я прав, не так ли? До чего нелепое обвинение. Мистер Урайт. Чем вам сейчас положено заниматься? Копать под меня? Нет, нет, нет. Вовсе нет. Вам положено искать убийцу мисс Мии. Бип. Секретарю телефона. Мистер Урайт уже уходит. Поняла, сэр. Сейчас же кого-нибудь я к вам пришлю. Постойте, мистер Урайт. Вы правы, ошибаетесь. Вы ошибаетесь, мистер Урайт. Прошу прощения. Сейчас я как раз должен доказать, кто вы такой. К чему это вы клоните? Мия следила за вами, за каждым вашим шагом. Именно по этой причине вы заставили Эйприл Мэй прослушать ее телефон. А затем, когда мы ее убили, вы все связанные с вами документы таинственным образом исчезли. А значит, кто ее убил? Да, даже ребенок догадался бы, мистер Урайт. Это были вы. Бип. Секретарь телефона. Сопровождение для мистера Урайта больше не требуется. Вместо этого прошу соединить меня с главным прокурором. Разумеется, сэр. Секундочку. Урайт. Это вы? Вы хоть знаете, который час? Алло, господин главный прокурор? Ну, я передумал. Завтра я дам показания. Вы о чем? Убийцами Эйфей. Понимаете, я видел, как ее убили. И буду очень ценным свидетелем. Я хотел бы дать показания. Он меня будет обвинять, что ли, убийцей? Что, ценным свидетелем? Вы же говорили, что не хотите давать показания в суде. Тишинуточку. Я же сказал, что передумал. Вы что, не слышали? О, еще кое-что. Срочно вызовите сюда полицию. Он стоит прямо передо мной. Похоже, ошеломлен, но все еще опасен. Что? Кто стоит? Вы меня вообще слушаете? Злодей! Ну, понятно, что он меня будет... Ну, Феникса. Злодей, голове из душегуб, убийца. Что? Мистер Уайт, надеюсь, это не ваша очередная. Господин главный прокурор. Знаете, в вашем-то положении я бы не стал столь фамильярно делиться своим мнением. Вызовите сюда полицию сейчас же. Биб. Разве я вам не говорил, мистер Урайт, вы всего лишь адвокат? Как и мисс Мия. Да как вы смеете? Стоит мне лишь указать на вас пальцем, как вас тут же посадят за убийство мисс Мия. Считайте, дело уже закрыто. Ни один достойный адвокат вас защищать не станет. Видите ли, у меня полно друзей в коллегии юристов, поэтому главное значить столь беспомощного адвоката, что даже вы, наверное, на его фоне будете выглядеть гением. Мне, мне плохо. Детектив Гамшу, на место прибыл, Саркус. Только не ты. Попробовать снова так, сейчас тебя тоже убьют, конец игры. Да. А, Бац, Гарри Бац. Вообще-то Райт, Феникс Райт, а моего друга зовут Ларри. А, точно, извиняюсь, приятель. Бац, он же убийцей был, да? Детектив Гамшу. Вызовите же человека, который убил мисс Мия Фэй. Что? Арестуйте этого жалкого преступника. Прощайте, мистер Урайт. 8 сентября, 15.07, следственный изолятор. Комната для посетителей. Поверить не могу, что с моменты первого слушания прошел всего лишь один день. Процесс надо мной начнется завтра. Уайт попытается поймать меня в ловушку. И сторона обвинения, разумеется, в этом ему поможет. В том числе и Эшворд. Вчера мне назначили государственного адвоката. Но я отказался от его услуг. У меня была одна идея. Райт? Мистер Райт? О, Майя. Как здорово, что тебя выпустили из изолятора. Подождите. Так, а я... Я... Феникс где находится? Да, только что. И все благодаря вам. Боюсь, мы просто поменялись местами. Что? То есть вас? Я рассказал Майе обо всем, что произошло. Просто не верится. Сколько еще людей ему надо уничтожить? Мама. Сестренка. А теперь и вы. Все это зашло слишком далеко. Мистер Райт, скажите, я могу чем-то вам помочь? Эм, ну... Защити меня в суде. Поддержи меня в суде. Помоги мне сюда сбежать. Ну, сбежать такое себе. Защищать тоже такое. Поддержи меня в суде, наверное. Думаю, ты могла бы поболеть за меня в суде. Блин, что? Поболеть? Типа как на соревнованиях? А, ну, да. Что-то в таком духе. Хорошо. Положите за меня. Что? Я же просто... Надо только срочно забежать в спортивный магазин за униформой. Что я сделал? У нас будет черлидерша? На зоне формы помпонами. Попа, стой, стой, стой! Что, что, что? Я шучу, это была шутка. Не может быть. Нет, правда, я пошутил. Но все равно спасибо. Но я бы на это посмотрел на самом деле. Приятно знать, что ты на моей стороне. Да я и сам не знаю, как бы ты могла мне помочь. Но... Но я не могу просто сидеть сложа руки. Я ему еще дам прикурить. Майя, тебе еще рано курить. Ладно. Тогда просто приходи завтра на слушание. Хорошо, я приду. Он у нас еще попляшет. Она бы за С4 побежала. По С4. Век... Век начался новый, но вот только с преступлениями все по-старому. Хотя нет, стало даже хуже. Поэтому затяжных судебных процессов больше нет. Несколько лет назад был установлен трехдневный лимит на первичное слушание. Почти все не заканчиваются за один день. Большинство вердиктом виновен. Никогда бы не подумал, что окажись в этом деле на скамье подсудимых. Завтра настоящий преступник будет выступать в роли свидетеля. Решающий момент. Или я, или он. Продолжение следует. Ну да, получается мы тогда наполовину прошли. Потому что сейчас опять дело... Так. Сохранить текущий прогресс. Ну, очевидно, да. Возможно, следующие дела тоже будут в четырех частях. Два детективных и два слушания. Наконец-то наше любимое сейчас начнется. Правда, теперь себя защищать... Это нелюбимое. 9 сентября, 9.52. Окружной суд, вестибюль подсудимых номер один. Он не виновый. Сажай мыть. Мэй. Та, которая мертва. Или как... Всех их зовут на одно лицо. Так, ну что ж. Вот и финишная прямая. Ага. Что бы ни произошло, сегодня это дело будет закрыто. Ой, феник, смотри. Прокурор. Эджвард. Вчера мне поступил звонок от главного прокурора. Он сообщил, что каждое слово, принесенное мистером Уайтом, будет абсолютно истиной. И как бы вы не пытались придраться к его показаниям, если я выскажу протест, то не сомневаюсь, что судья послушает именно меня. Постойте, неужели Уайт еще и судью подкупил? Выходит, я в любом случае буду виновен. Точка. Ради обвинительного приговора я готов на все, мистер Райт. На все. Зачем? Зачем? Зачем вы так мучаете невинного человека? Невинного? А вдруг это не так? Виновный всегда будет лгать, чтобы никто не узнал об их пространстве. Эджвард, мы уже поняли, что у тебя IQ минус 200, понимаешь? Если бы я, если бы Феникс был виновным и обвинили младшую сестру, какого хрена Феникс защищал бы ее, чтобы ее не обвинили и выиграл дело? Чтобы потом улики указали на Феникса и его посадили? Эджвард, ты там этот, шоколадочку съешь, пожалуйста, немножко мозговую активность? Вот именно, Эджвард, я в рот. Невозможно сказать наверняка, кто виновен, а кто нет. Единственное, что в моих силах, это приговорить каждого подсудимого. Таков мой принцип, и я не собираюсь от него отступаться. Эджвард, а ты изменился. Что? Феникс, вы знакомы? Не думай, что ты заслуживаешь особо... Понятно, у нее тоже я кину здесь. Что значит, вы знакомы? Она вообще в суде была в тот момент? А, кстати, да, она была в суде, потому что ее же не допрашивали даже. Не думай, что ты заслуживаешь особо отношения, Феникс Райт. Феникс? Ну, пора идти, заседание уже скоро начнется. Что? Подожди, твой адвокат даже не пришел, нельзя же... Я буду защищать себя сам. Что? Ну, поехали. Подождите, а если мы сейчас проиграем дело, то игра окончена будет или что? Как это работает? 9 сентября, действительный окружной суд, зал суда номер 1. Ну, поехали, ребята. Заседание по делу мистера Феникса Райта объявляется открытым. Сторона обвинения готова, Ваша честь. Сторона защиты готова, Ваша честь. Мистер Райт, вы уверены, что сможете? Да, Ваша честь. Я возвращаю себя сам. Хорошо. Итак, мистер Эжворд, пожалуйста, изложите в суд дело. Поскольку подробности преступления уже были оглашены в суде ранее, сегодня мы услышим показания другого свидетеля, который подтвердит вину подсудимого. Подсудимый другой только, правда. Так, Эжворд. Она была в суде, ведь бумажку в теке... Точно, да. Да, было такое. Забыл. Хорошо. Сторона обвинения может вызвать своего свидетеля. Все идет слишком гладко. Он даже не спросил Эжворда, почему вчера этот свидетель не давал показаний. Как будто... Как будто уже знает почему. Хм, если кто и возразит по этому поводу, то только я. Возразить. Мистер Эжворд, вы должны объясниться перед судом. Почему этот свидетель не давал показаний в заседании по делу мисс Майи Фэй? Хм, прошу меня простить. Мистер Уайт человек крайне занятой. К тому же, позавчера я полагал, что показаний мисс Мэй будет более чем достаточно. Еще раз приношу свои искренние извинения в суду. Замечательно. Мистер Эжворд, я очень ценю ваш профессионализм. Ну, отлично. Он тут выпендривается, про меня все забыли. Я бы хотел вызвать мистера Реду Уайта в качестве свидетеля. Ирина Костец же у него. Свидетель, пожалуйста, назовите свое полное имя. Вы желаете знать величание моей персоны. Едите. Ваше имя? Да, именно это я и сказал. Все ясно, судя на мы. Неужели мои перефразы вызывают у вас конфуз? Имя! Два сапога пара. Меня зовут Ред Уайт. Но для друзей я Бланка Ниньо. Что? Я исполнительный директор или выражаюсь более приземленно президент компании Блюкорп? Вы знали погибшую мисс Мимфей? Ответ отрицательный. Нет, я ее не знал. Ночью, когда произошло убийство, вы находились в отеле Гейтвотер? Уже врет, типа. Верно. И оттуда наблюдали за происходящим? Хм, зачем рассказывать о том, что вам и так уже известно? Хорошо, мистер Уайт. Пожалуйста, приступайте к даче показаний. Если не разорву эти показания на кусочки, мне конец. Почему мне такое чувство, будто сегодня конец света и единственный выживший? Хо-хо-хо! Надеюсь, вы уже примерились с Богом, мистер Адвокат. Задай ему жару, Феникс! Ну что? Разминаем булки. А то окажемся ножками этими булками своими у него. Неважно, короче, что несу. Что ж, полагаю, на часах было около 21.00. Около? А не точно ли? Я преспокойно вовни... Господи. Ладно, будем не спешить. С его словами. Я преспокойно вовникувал в... Как вы бы сказали? Читал газету, сидя у окна. Затем вдруг услышал, что снаружи творится какой-то бедлан. Так, возможно, здесь нам понадобится чертеж офиса. Удивившись, я обратил свой взор на здание напротив. Тогда-то я увидел следующее. На длинноволосую женщину напал мужчина с колючками на голове. Излишне добавляю, что это был никто иной, как вы, мистер Адвокат. Я тут же позвал мисс Мэй. Она, разумеется, также была шеломлена происходящим. Жертва, она. Она попыталась убежать, но вы погнались за ней. А затем ужасающее ударение. И все было кончено. Хм. Если все произошло так, как вы утверждаете, то, боюсь, подсудимый виновен. Хорошо, подсудимый. Ой, то есть мистер Райт. Приступайте к перекрестному допросу. Да, ваша честь. А ты отрицательный, понятно. Однозначно ты виновен. Что ж, полагаю, на часах было около 27.00. Что у нас есть вообще? Я уже не помню. Показание Мэй. Уклонилась от удара и побежала вправо. Стой. Ладно, сейчас мы это узнаем. Не важно. А ну-ка, подожди. Почему я так уверен насчет времени? Быть может, потому что я всегда абсолютно идеален. Не-не-не, такой ответ меня не устраивает. Какой вы недоверчивый, мистер адвокат? Хм. Как там по-правильному называть секретарей? Так вот, мисс Мэй заказала в номер обслуживания на 27.00. Блин. Покажи записку Майи. Понятно. Так. Но, блядь, не обязательно, она ее все равно давила. Полоска за да, я ее не заметил. Убийство произошло как раз вскоре после того, как номер обслужили. Что значит вскоре? Хм. Это сходится с салами мисс Мэй. Это и сильнее. Посыльный и правда принес мисс Мэй в это время кофе. Но в своих показаниях утверждал, что тогда вас не видел. Ах, так вы озадачены именно этим? Глупенький адвокат. Мисс Мэй вышла из номера, чтобы забрать свой кофе. Разумеется, он меня не видел. Ведь тогда бы ему пришлось смотреть сквозь стены. Хм. Поведите суду, что вы делали в это время. Да, полоска за полность. Я беспокойно вникивал, как вы бы сказали, читал газету с идеального окна. Вы имеете ввиду окно, которое выходит прямо на здание фирмы Фэй и партнеры? Верно. В нашем номере было всего одно окно. И вы просто читали газету. Верно. Гейтвотер это отель для занятых людей. Есть тех, кому всегда есть чем заняться. Затем вдруг услышал, что снаружи творится какой-то бедла. Услышал. Мы все еще не знаем, зачем им осколки торшера. Так, ну пока показывать нет смысла. Бедлам. Полагаю, именно в этот момент вы и нанесли удар. Понятно, продолжайте. Так, кстати, полоска-то, чтобы перерезать горло моей. Это же логично. Что? Какое перерезное горло. О чем ты экономил? Где ты это взял? Удивишься, я обратил свой взор на здание напротив. Значит, вы читали газету до тех пор, пока не услышали шум? Ну, разумеется. Я же не шпион, чтобы заглядывать в окна к другим людям по ночам. Не шпион. Ну да, конечно. У него вся карьера сплошной шпионаж. Тогда ты увидел следующее. Для нас у женщины напал мужчина с колючками на голове. Я не знаю. Ему нечего предъявлять пока. Вообще нечего. Мобильный телефон нам, скорее всего, вообще не нужен. А что-то вскрытие, возможно, нужен. Вот это почему Майя написано, до сих пор непонятно. Либо это он же и написал имя. Он же знал, что придет. Сестра. Или, ну нет, скорее всего, знал. Раз уж мы подловили апрель-май на том, что... Она знала об этом разговоре. Значит, он тоже слышал. Показания Мэй мы можем предъявить. Но не сейчас, а в следующий раз, видимо. Мэй говорила, что девка напала. Ну, нам в любом случае надо предать показания Мэй. Но сейчас или в следующий раз. Тут именно про то, что она уклонилась от удара, побежала вправо и догнали удар. И тут не написано, что это... Что это была сестра. Поэтому, скорее всего, так не работает. С колючками на голове. И все? Это все, что мы надавили? Ваша слава, она приняла противоречие показания Мисс Мэй. Ну вот, это без... Без улик. Видите, вышло все. Не надо показывать ничего. Она утверждала, что преступником была девушка. Я всегда гордился своим зрением, мистер адвокат. И насколько у вас хорошее зрение? Это что, ответ или что? 200% по сотне на каждый глаз. Так не работает. 200. Их же не складывает. Полагается, я тебе хочу сказать, что с его зрением все в порядке. Так, а судья вообще на чьей стороне? И что вы затем сделали? Я тут же позвал Мисс Мэй. Но, разумеется, так же было, что у меня происходящим. Так, а что в это время делала Мисс Мэй? Закончила смотреть какую-то мольную оперу по телевизору и проливала реки слез. Она же вышла за кофе в этот момент. Вам было известно, что она прослушала телефон в офисе Мисс Мэй. Так, это несущественно. Прослушивание телефон никак не связано с осмотревым делом. Меня это не беспокоит. Я отвечу на смелый вопрос адвоката. Добавь смайлики с персами отсюда. Ну, я добавлю, но... Толку так их добавлять. Так, если ими никто не будет пользоваться. И никто не будет садиться, чтобы им пользоваться. Я отвечу на смелый вопрос адвоката. Прослушивая телефон погибшей, Мисс Мэй руководствовалась лишь собственными желаниями. Из вас вышел бы неплохой политик, мистер Уайт. Ого, недаром меня называют Эль Президента. Пожалуйста, продолжайте. Жертва, она, она пыталась убежать, но мы погнались за ней. Ну, блин, он теперь сказал, что у него хорошее зрение. Пыталась убежать, но мы погнались за ней. Может, все-таки план офиса предъявить? Наконец-то. Ну, а что, показания Мэй тогда. Ну, или давить тогда, чтобы узнать, в какую сторону. Не могли бы вы рассказать об этом подробнее? О, так, да, отлично. Нам всем не мешало бы знать, что именно произошло в тот момент. Разумеется, comprende, я понимаю. Когда вы... Победа! Эта картинка означает победу, ребята. Потому что здесь она бежит влево. Когда она напали на нее, она побежала влево. Вы погнали за ней и добили. Вы уверены? Двести процентов, да. Как вам известно, я всегда абсолютно идеален. Только не могу ему показать ни черта. Не могли бы вы отразить эти новые сведения в своих показаниях? Жертва бежала налево, но вы погнали за ней. Дружок. Пирожок. Обжекшн, мать твою. Постояйте вообще. Постойте, постойте, минуточку. Вот это вот все. Мистер Уайт, вы сами вырыли себе могилу. Как это понимать? Вы сказали, что погибшая побежала налево. Но это напрямую противоречит показания мисс Мэй. Она, это же картинка, просто зеркально. Она ясно сказала, что погибшая побежала вправо. О-хо-хо. Все просто. Вы не так ее расслышали? Не думаю. Взгляните на план офиса. О, план офиса вылез. Сам по себе. Убийца стоял здесь. У. А жертва здесь. Ж. Уж. Змея такая. Если бы она, как вы отбежали, побежала налево. Ну, кстати, было более адекватно, что она побежала налево. Потому что там разгром. То выходит, она побежала прочь от двери. Угу. Прямиком в тупик. Вам это не, конечно, странным? О-о-о. Очень странно. Ведь я и правда видел, что она побежала налево. Так и было. Феникс, посмотри на него. Мне кажется, что сейчас он говорит правду. Согласен. Может, она и правда видел, как она побежала налево. Видел, как ее убили. Постойте-ка. Мистер Райт. Да, Ваша честь. Мисс Мэй говорила, что жертва побежала вправо. Мистер Райт утверждает, что она налево. Что вы можете сказать по поводу этого противоречия? Они оба правы. Так, только то, что он точно видел. Так, минус лицо. Постановитесь. Вот и прю. Ох уж этот уш. Почему он это видел? Оба правы, а Мэй в тюрьму. Ладно, прав. Уайт. Хотя, блин, если я сейчас оглашу и скажу, что он прав, то значит, что его показания верны. И мы ничего не добились. Только доказали, что Мэй врала. А если мы скажем, что Мэй права, мы сможем найти еще больше расхождений в их показаниях. Когда он начнет выдумывать еще ложь дополнительную. Она побежала влево для него. А для Мэй это было вправо. Поэтому они оба правы. Оба свидетеля говорят правду. В кои-то веки. Ха, сомневаюсь. То есть я хотел бы сказать, что это все равно не разъясняет противоречия. Есть лишь один вариант развития событий, в котором их показания не противоречат друг другу. Что? Ну не знаю, экономия. Ты там писал как-то замудренно. Я сам видишь, дошел до этого. Очевидно, что свидетель наблюдал за происходящим не из своего номера в отеле. Видите? Вид сзади. Мистер Райт, как это понимать? Да, что значит наблюдал не из своего номера? Раз он был не в отеле, где же он тогда находился? В офисе фирмы Фэй Партнеры, конечно же. А именно здесь. Надо сказать всем, где стоял мистер. Надо показать всем. Жертва, да. Вот тут. Он стоял вот тут. Взгляните. В тот момент, когда жертва побежала к двери, я все наблюдал за ней отсюда, то с его точки зрения она выбежала налево. Прошу вас сейчас же на дни время для дурных шуток. Ведь именно здесь стоял убийца. Тишина. Я требую тишины в зале. Нарушительным порядком будет придано обвинение к неуважению в суду. Он был цветком. Мистер Райт, на что вы намекаете? Не-не-не-не-не-не-не-негодяй. Своими утверждениями сторона защиты пытается исключить истину, ваша честь. Согласен с вами. Они действительно кажутся несколько надуманными. Хо-хо-хо. Вы просто ходячие представления, мистер Райт. Что происходит? Он смеется? Вся нелепая ситуация заставила меня кое-что вспомнить. Судя по всему, я был неверно понят и за это прошу прощения. Мистер, ваша честь. Позволите ли мне дать показания повторно? Хорошо, давайте их послушаем. Ну-ну, удачи. Это тебе неразбитую тарелку склеивать, приятель. Ну, давай. Она побежала налево. Показания мисс Мэй верны, ровно как и мои. Когда вы напали на девушку, она сначала побежала налево, а затем вы ее варварски ударили. Это увидел я. Потом она из последних сил побежала направо. Вы погнали за ней, нанеси последний удар. Это видела уже мисс Мэй. Вспомнили? Вы ударили ее дважды. Или вы уже забыли, мистер адвокат? Ведь там один удар в данных. Ну, это звучит довольно логично. В каких-то данных. Удар тупым предметом. Возможно, погибнуть через пару минут после удара. Непонятно, не ясно пока. Будете ли вы проводить перекрестный допрос, свидетеля? Еще как буду. То есть, да, буду, ваше честь. Там не сказано, что два удара. Да я понимаю, но когда... Ну, там указана причина смерти, а судмедэксперт так уж вышло, что я тут в последнее время смотрел сериал один, где участвовал судмедэкспертиза. И причина смерти указывается именно то, что стало именно причиной смерти. То есть, если, типа, ты получил несколько ранений, то указывается только то, которое привело к смерти. То есть, если ты там сломал ногу и сломал шею, то очевидно, что ты запишут причину смерти перелом шеи. Как бы. А если ты получил там два удара по голове, но только один из них был смертелен, типа там удар предметом в ухо или удар предметом в темечко, и удар предметом в темечко стал смертельным, то удар в ухо он не будет указан как смертельный удар. Поэтому не все так прозаично. Показания миссия верны, равно как и мои. Обжекш! Хотя и сам это указал. И что хотите им сказать? Я как раз и собирался объяснить. Вы, американцы, всегда столь нетерпеливые. Это совсем вас не красят. Эй, приятель, я сам-то ты откуда? Тогда показания очень верные. Нечего возразить. Когда вы напали на девушку, она сначала побежала налево. Что значит сначала? Это то, что происходит до потом. Вы ведь изъясняйтесь по-английски, верно? Прошу не утружать себя. Я постараюсь использовать более доступные для вашего ума слова. Итак, сначала он побежал налево, а затем... Зачем туда? Там нет выхода. Ну, возможно... Слушай, возможно, типа, убийца перегоражила ей выход. И она попыталась его бежать через стол. Типа, в этом есть часть логики. Типа, нет смысла бежать на убийцу, есть смысл отойти для маневра, типа. Там есть стол. Тем более, блин, этот чертов торшер перевернут там, типа, его могли зацепить в суматохе. Я так до сих пор не понимаю, зачем он нужен. И эти осколки. Затем вы ее варовски ударили, это видел я. Она побежала налево, и он что-то там увидел. Ваша честь, заявление света и пойдет жданной улики. Вы уверены? Я не... Так, в смысле? Он не мог видеть удар от киси, она побежала налево. Ну, бред какой-то. Ну, ладно, что-то правда. Протест отклонен. Не старайтесь. Если не советую сначала придумать, уже потом протестовать. Ну, ладно, мне казалось это идеальным вариантом, честный. что-то пошло не так. Затем вы варовски ударили, это видел я. Не бил я никого. Тише, тише, мистер Райт. Не нужно скрывать это отсюда. А я ничего не скрываю. Старая обвинение настоятельно просит не перебивать свидетеля и старая. Вы предупреждены. Ааа, господи, я тут-то еще провинился. Потом она из последних сил побежала направо. Что значит потом? Это то, что происходит после сначала. Показывает после скрытия. Ну, второй раз, видимо, пресс показывает. Я знаю. Тогда больше вам нечего знать и не надо, ничего знать не надо, мистер адвокат. Как я и сказал, она развернулась и в отчаянии бросилась направо. Вы погнали за ней и нанеси последний удар. Ну, ладно, показывай. Мистер Уайт? Мисс Фэй погибла от одиночного удара. Да, этой полоски там еще дофига. Что вы на это скажете? Ну, эээ, вот сейчас-то ему у меня нет вертеться. Мистер Уайт, а разве не вы нам сказали, что вы всегда абсолютно идеальны? Мф. Быть может мне следовать исключительно слову из своего лексикона. Ваша честь, не могли бы вы попросить свидетеля дать новые показания? Свидетель просто запутался, ваша честь, это уже очевидно. Я бы хотел попросить вас устроить 10 минут на перерыв. Да, да, не помешало бы. Свидетель не запутался, а забрался. Ваша честь, я настаиваю на продолжении процесса. Да, мы хотим правосудия. Не пускайте. Хорошо, я еще там скипну. Так, никаких перерывов. Свидетель, будьте добры дополнить показания. Люди на моей стороне, теперь уж не выкрутишься. Уайт. Мистер Уайт. Ха, хорошо. Как же он надоел-то со своими сведениями. Так, ну, понимаете, когда я услышал, как упала та штука, то выглянуло окно. Упала штука. Торшер наконец-то вылазит. И в этот момент я увидел, как Мист побежал. Хм. Но торшер-то там? По его словам, падает торшер, потом туда бегут. В этот момент я видел, как Мист Мэй побежал налево. Убийца то есть попытался нанести удар, но она вернулась. Так, а потом она развернулась, бросилась в сторону двери. Тогда-то вы ее прикончили одним ударом. Бум. Ван Панчман. Какой-то. Странно, что присяжные не куплены. Ну, кстати, да. Это упущение. Не, ну, знаешь, присяжные не присяжные. Это же не суд присяжных. Как бы судья выносит приговор. Думаю, он посчитал, что это не обязательно. Хм, да уж, бум так бум. Ой, свидетель сделал бум. Так, хорошо, можете начать прекрасный допрос. Мистер, ваша честь, видите ли, у меня живот. Живот разболелся. Терпите. Мы скоро закончим. Сейчас он скажет еще, что видел торшера. Может, это не присяжные, а просто зрители. Хотел бы я, чтобы на стриме были зрители в больших количествах, и мы это все обсуждали. Вот это да, вот это были бы зрители. Два удара. Так, ну, понимаете, когда я услышал, как упала та штука, то выглянуло окно. Какая штука? Вы услышали, как упала та штука, о чем у нее речь? А, что? та штука, это был стеклянный торшер. Откуда он это знает? Если его там не было. А сколько ждут торшеры? По ним не поймешь, чем они были раньше. Точно, тот, что упал на пол на месте преступления. Феникс, ты ничего странно не заметил? Странновато. Надо было точнее этот момент. Мистер Уайт. Да, что? Он не мог видеть план офиса, показывай на коне. Зачем записка Майя? Значит, вы видели стеклянный торшер. Да, да, да. Тогда отразите это в своих показаниях. Попросите, виноват. Пожалуйста, исправьте свои показания. Ладно, ладно, конечно. Сколько можно? Я заметил на полу офиса стеклянный торшер. Обжекшн, мать твою. Ты не мог видеть торшер, ты мог видеть осколки. Мистер Уайт. Вы никак не могли увидеть этот стеклянный торшер. Что? Вы взгляните. Наконец-то этот дебильный план офиса наконец-то пригодился как улика. Этот план офис, в котором произошло убийство, верно? Правда, на плане нарисован торшер. Немножко тупо. Товарищ честь, вот смотрите. Если смотреть на офис через окно в номере отеля, то будет видно только эта часть помещения. Вот. Видите? Стеклянный торшер находится вне поля зрения. Изи, сажай, я угорнусь записка Майя, потом еще пригляну. Ну, мистер Уайт, что вы на это скажете? Э, Э Любимая буква в русском алфавите, кстати Поэтому террол через букву Э Е, рунду Пости Мистера Уайт, если вы и правда находились Как вы утружаете в номере отеля Гейтвотер То никак не могли увидеть оттуда торшер До того, как он разбился Более того, вы бы и упавший торшер оттуда не увидели По осколкам текла Совершенно невозможно проверить, что это был именно он Так, когда же Именно вы увидели торшер, мистер Уайт Единственный вариант в том моменте, когда он упал и разбился А это можно было видеть лишь в одном месте В офисе фирмы Фэй и партнеры Иными словами, когда произошло убийство, вы были на месте преступления Гас! Всех свидетелей до белого коленя доводим Мистер Уайт Мистер Уайт Это были вы, не так ли? Мистер, ваша честь Я, я, мисс Мию Так, так, кажется, судья уже готова носить приговор Навально, Феникс Райт Ах ты ж урод Твой, это ж урод Что? Черт, я совсем забыл про Эшворда Мистер Уайт Полагаю, момент настал Не пора ли вам, наконец, сознаться в содеянном? Что? Я сказал, что вам следует сознаться в содеянном То есть Признаться в том, что вы установили подслушивающее устройство На секунду я уже поверил Подслушивающее устройство Да, музон, вот это мой любимый музон Тишина, тишина Мистер Эшворд, объясните, что вы имеете ввиду? Подожди, Эшворд, ты говорил, что подслушивающее устройство, я относился к этому делу Дамы и господа Мистер Уайт всего лишь слегка запутался Позвольте объяснить Не нравится мне это все, очень не нравится Как вам известно, Мистер Уайт является президентом компании Blue Corp И он попросил своего секретаря, мисс Айприл Мэй Прослушивать телефон в офисе Мисс Фэй Но при чем тут? Ваша честь? Возникает вопрос Когда именно установили подслушивающее устройство И кто это сделал? Нет, поверить не могу Мистер Уайт Вы проникли в офис Мисс Фэй, чтобы установить прослушивающее устройство Я прав? Да, вы более чем правы, Майлз Да вы издеваетесь Все было именно так Я проник в офис, дабы установить устройство Тогда ты ее увидел, тут треклятый торшер Черти фиолетовые пиджаковые Теперь я совсем запутался Мистер Эшворд, прошу вас объяснить, что все это значит И с радостью, Ваша честь Мистер Феникс Райт вполне ясно донес на нас свою точку зрения Вполне точно донес на свою точку зрения Он выяснил, что Мистер Уайт знал о стеклянном торшере Вовсе погибшего Так, Майлз, Майлз Эшворд Именно Также он утверждает, что Мистер Уайт мог увидеть его только лишь в момент убийства Поэтому Мистер Уайт и стремится обменить Мистер Уайт Мистер Уайт, Мистер Уайт Господи, все имена на букву М потом Майлз, Майя, Мия Мэй Вот как Однако Если она заключается в том, что Мистер Уайт уже бывал в офисе жертвы Задолго до убийства Он лично установил там подслушивающее устройство Именно тогда он и увидел торшер Таким образом, все эти теории Мистера Феникса Райта Всего лишь беспочвенные догадки Мист, да, еще и Мист типа Мистер Уайт Прошу вас дать показания об этом устройстве А, все непременно Мне, мне плохо Кому сейчас хорошо, Феникс Это произошло в начале сентября Примерно за неделю до убийства Я принял офис фирмы Фа и партнеры Разумеется, для того, чтобы установить там подслушивость Подожди, ты говорил, что Эйприл Бэй установила эту фигню Ну и Грязьбургера зовут как-нибудь Майкл Вот тогда я увидел этот стеклянный торшер Хм, значит вы увидели торшер за несколько дней до убийства И поэтому вы по звуку поняли, что это упал именно он Верно, истинно так Я понял вас Хорошо, Мистер Райт Вы можете прицепить к прекрасному допросу Черт, а что мне теперь делать? Феникс, удачи! Лучше бы уже купила помпоны И плясала бы тот Майт его зовут Это произошло в начале сентября Примерно за неделю до убийства Когда там записка была Человек из магазина А потом сравнивая кровь в 11-омая Меня фэ клонялся удар Убежал вправо Доказать это можете? Миссы Април Мэй были известны по дороге с разговорами с Фэй Это доказывает, что устройство остановили до убийства Ммм, и правда Ну да, это все верно Так, двух зайцев Ну хз, тут может, возрастить нечего А то ведь подболной Я проник в офис фирмы Фэй-партнеры Опа-на! Опа-на нам стайл Незаконное проникновение А точно ли к вам в офис проникли К нам в офис проникли именно вы? Может это была мисс Мэй? В офисе были обнаружены неоползанные отпечатки пальцев Очевидно, что их оставил мистер Уайт Зная Эджворта, он уже наверняка проверил эти отпечатки Итак, мистер Уайт Расскажите нам, зачем вы проникли в офис мисс Фэй Разумеется для того, чтобы установить там подслушивающее устройство Вот я бы ему ткнул это подслушивающее устройство Сейчас как улику Но игра это не воспримет И в любом случае, даже если мы проверим отпечатки То на устройстве будут его отпечатки Потому что он их вытащил А где наша улика про самоубийство? Офигенно Мы ее протеряли Зачем вообще прослушать телефон Мии? Это не имеет никакого отношения к данному делу, ваша честь Блюкорп можно назвать детективным агентством Мы не имеем права раскрывать конфиденциальную информацию наших клиентов Улики для опровержения или подтверждения Вот именно Но я имею ввиду, типа, он использует, типа, улику в свою пользу А ты ведь можешь использовать улику в свою пользу, переиграть это Типа он говорит, что эта штука что-то доказывает с его стороны такой Не, чувак, эта улика как раз таки наоборот Вот тогда увидел стеклянный торшер Почему вообще обратили внимание на какой-то торшер? Он был сделан целиком из стекла Весьма стильный дизайн, быть может, поэтому я его и так хорошо запомнил Такая прикрасительная вещь заслуживает должного внимания Вы разве не согласны? Вот и вся причина Черт, мне из него больше ничего не выжить Ладно, может получится его на чем-то подловить и сблифовать Это произошло в начале сентября, примерно за неделю до убийства В смысле, еще раз? Что хочет играть, я не понял Доказывать это сможете Если это у нас будет, я соберусь разговора Только, ну, все повторяется На чем блифовать? Я не могу ему ничего предъявить Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Просто тупо на каждое слово кивает записку Точно, наверное, вы... Я не понимаю пока, что я должен ему показать, но что возразить? Что вы с ней там пасущие устройства? Можешь предъявить ему устройства все-таки? Какой-то бред Вот посадишь Мэй и Лайта, а в конце Майя скажет, что это она убийца В конце выйдет Мия и скажет, что она жива Походу Короче, я не знаю Так, ладно, бред Не работает Ну, я не знаю, что бы он был То, что восстановить там высочие устройства Зачем? Хватит обжектить Так, 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 так Ты стыд, боишься, что за счетами пошло к концу, мистер Райт Самое время вам признать свое поражение Вы достойный соперник Нет сил У меня больше нет сил Мистер Райт Вы закончили Да, ваша честь Феникс Феникс, посмотри на меня Я знаю этот голос Мия Никогда не сдавайся, Феникс Я же сказал, что Мия жива Ну, понятно, что это его уже плючит Никогда не сдавайся, Феникс Мия Это все потому, что Феникс убийца И ему видится его жертва в кошмарах Где я? Вестибюль подсудимых? Что? Что произошло? Ах, да, точно Я проиграл дело И начал бредить О, ты наконец-то очнулся А? Что за... Я сказал, что виноват Эй, Феникс А? Райс так приветствует своих старых друзей Феникс, звони на меня Ты-ты-ты По-моему майя Разве ты не знал, что женщины из нашей семьи обладают свои естественные силы? О- хо- 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 хо Хо-хо- хо Пошло Когда ты признал своё поражение По-видимому, это настолько потрясло Майю Что пробудило её истинные силы Ааа, Япония Не удивился, будешь Dark Souls стримить Dark Souls? Не уверен, не уверен Bloodborne, когда-то когда-нибудь доберёмся до него Dark Souls не уверен То есть Майя призвала твой дух Мия? Верно, я дух Мии в теле Майи Мы заметили А сейчас Феникс послушает меня внимательно Майя никогда не сдавалась И у тебя нет права сдаваться Я вернулась в мир живых, чтобы тебе об этом напомнить Но У нас мало времени, Феникс Послушай, ты уже выиграл Что? У тебя от материала делаешь же тот чек А, точно Тот чек, о котором ты написал имени Майи, да? Феникс, это написал Уайт, а не я Так, а при чём тот чек? Посмотри на лицевую сторону На лицевую сторону? Чек, как чек Похоже из универмага Тысяча долларов Да, уж не кисло Наименование товара Стеклянный торшер Вооо! Стеклянный торшер Вот это подворот Дата покупки 0.4.09 4 сентября Я календарь переверну И в следующий день куплю торшер Именно Феникс Я купил этот торшер за день до того, как меня убили Ничего себе Специально купил, чтобы меня подставили Из этого торшера А что мистер Уайт сказал в своих показаниях? Это произошло в начале сентября Примерно за неделю до убийства Что? Я только сейчас понял, что если Она умерла 5-го числа То за неделю назад это не сентябрь То есть она же врет Ну ладно, он выбил Примерно Но с другой стороны Он прав В начале сентября 4 сентября Это начало сентября Поэтому эта фраза Она вообще типа Мета Вынос мозга какой-то Он сказал, что видел торшер за неделю до убийства Видишь? Кажется, слушай Вот-вот возобновится Давай, Феникс Ты же знаешь, как Что ты невиновен Осталось только это доказать Понял Чек обновлен В материалах дела Вот надо было все-навсего Перевернуть Но все-таки Это доказывает, что В качестве улик В предметах В их описании написано Типа О чем они могут свидетельствовать Конкретно о чем 2 сентября 13.16 Окружной суд Зал суда номер 1 Че, если уже 3 часа Мы урыжим-то В 10 же начали Мы продолжаем свидание По делу мистера Феникса Райта В порядке ли подсудимый? Точнее, в порядке ли вы, мистер Райт? А, да Извините за произошедшее, Ваша честь Со мной же все хорошо Что ж Давайте продолжим С того момента, где мы остановились Ваша честь Здесь нечего продолжать Перекрестный допрос Мистера Уайта окончен Нам лишь осталось услышать Ваш вердикт По делу мистера Феникса Райта Хм Ваша честь Прошу Дайте мне еще один шанс Обещаю вам Это последний раз Хм Но Как заметил мистер Эджворд По сути заседание уже окончено Мистер Эджворд Что вы думаете по этому поводу? Что ж Давайте предоставим Мистеру Феникса Райту Его последний шанс Эджворд Твоё IQ резко стало Не минус 200 А минус 100 Молодца Так держать Хорошо Сторонной защиты Можешь прицепить К перекрестному допросу Это произошло в начале сентября За неделю до убийства Третий раз может Выслушаем Но тут есть нюанс Когда показывать улику Потому что нам Глюки Ми и Май Указали конкретно на эту фразу Но в этой фразе Не говорится про Таршер Этот шанс вас и погубит Ульта под названием записками Убьет вас Показывай сейчас Я не уверен что сейчас Ладно показываем сейчас Игра говорила сейчас Значит сейчас Взгляните на этот чек Видите написанное кровью Слово Майя Хах Похоже вы совсем отчаялись Да нет Напротив Посмотрите что написано На лицевой стороне На лицевой стороне Ваша честь Не могли бы вы прочитать Вслух что там написано Хм Ну и ну Стеклянный Таршер А дата покупки Надо же Его купили за день до убийства Теперь у всех живот скрутило Видите Мистер Уайт Когда вы якобы Проникли наш офис В начале сентября Этого Таршера Там еще не было Так Паузка же есть Помните Как я вам показывал На прошлом заседании На этом он вас убьет Это уже отсылки К Годзилле Какой-то пошел Ну мистер Уайт Сможете теперь выкрутиться Или как Нет Это невостижимо Ой-ой Кажется у меня сейчас Припадок начнется Итак Ваша честь Я понимаю Что вы должно быть Сейчас чувствуете Сильное давление В области Таза Но думаю Вы согласитесь Что при данных обстоятельствах Меня нельзя признать виновным Хорошо В таком случае Я объявляю Рано радуетесь Феникс Райт Аааа Нет Не можешь Жен и сейчас Что-то придумать Ах да Чуть не забыл Это же Рот Это же рот Эджвард 79 мая День победы над тобой Не пытайся Эджвард уже как Гитлер В фильме Бункер Уже такой весь Я еще не проиграл Я сейчас В словах Стороны защиты Прослеживается Определенная логика Однако У нас нет Однозначных доказательств Невиновности Феникса Райта Но тут-то он прав Как бы Следовательно Я прошу отложить Аглашев Великто Еще на один день Да вы задолбали Мне требуется Некоторое время Чтобы провести Дополнительное расследование Хм Дополнительное расследование Звучит очень похоже На тот обновленный Отчет о вскрытии Да он просто берет И на ходу выдумывает Новые улики Надо что-то делать Подождите Ну надо Зачем мне давать выбор Если надо что-то делать Вина мистера Уайта Очевидна Нет нужды Продлевать процесс Хм Что скажете Мистер Эжвард Если кто и будет Объявить мистера Уайта То только я Прокурор Мне нужен еще один день Чтобы увидеться в том Что заявление Странзащиты имеет вес Хм Я понял вас Протест отклонен Что? Завтра мы пройдем Последнее заседание По делу Мистера Феникса Райта Нет Кто знает Что случится Если я Со всем этим Не закончу Здесь и сейчас Эжвард Наверное Что-то выясняет Выяснит Или попросту Выдумает И даже Мия вернулась Чтобы мне помочь Мистер Ваша честь Могу ли я Отправиться домой? Конечно Спасибо Что уделили нам Ваше время Черт Свидетель Никуда не пойдет Мия Феникс Прочти это вслух Блин Я не понимаю Мы реально Мы Стараемся Потеем Первое дело Наше Я еще понимаю Типа Что там Типа Показывают Что можно Типа и проигрывать Но потом Мия Влезает И все разруливает Второе дело Уже лично наше И все равно Влезает Мия Все разруливает Даже поясок Мия вылезла И Мы не разрулили Она опять влазит И все разруливает Сценарий Всем пофиг Что девка подросла Да Не пофиг Как бы Наоборот Все рады Нельзя ждать Есть Те два стула На какой сам сядешь На какой же Посадишь Почти это вслух Мия Что это Записка от Мии Список имен Написан Мии Что Записки Стала Света Ваша честь Можно А вы сегодня Весьма настойчив Мистер Райт Еще бы я не был Настойчив Я тут жизнь свою Вообще-то спасти пытаюсь Прошу внимания Сюда Я бы хотел Кое-что зачитать Значок адвоката Можно зачитать Пожалуйста Зачем это Стараюсь Если все Сценаистам Криво Разрулилось Записки оказались Перечислены имена Многие из них Были смутно знакомы Предприниматели Знаменитости И в этот момент Кое-что произошло Хватит Прекратите Довольно Ну там что Какое-то заклинание Вызова Сатаны Прочитали Сначала записки Майи Теперь записки Мии Попрошу Не надо Пусть он Замолчит Откуда Откуда у вас Этот список Мистер Райт Признайте Свою вину Здесь и сейчас Иначе список Будет опубликован В прессе Я Я Признаюсь Признаюсь Это Это был я Это я ударил ее I don't hit her It's bullshit Так Дело закрыто Ваша честь Что ж Я не вижу Большей причиной Продолжать заседание Мистер Райт Да Ваша честь Вам снова Это удалось Должен признаться У меня аж дух захватило Да Ваша честь Моя работа здесь окончена Но я ничего не сделал Все сделала Мия Можно сказать и так Вот да Без духа тут явно Ничего бы не получилось Хм Ну что ж Суд объявляет Что сторона защиты То есть Подсудимый Мистер Феникс Райт Не Виновен Уху Сдет Майя Майя Мия Мия На этом все Судебное заседание Объявляется закрыто 9 сентября 1424 Окружной суд Вестибюль подсудимых Номер 1 Ну не думала Что когда нибудь скажу Это еще раз Но поздравляю Феникс Тебе очень повезло Что я из рода Фей Мне очень повезло Что вы с Майей Были со мной рядом Рада Что у тебя все получилось Феникс Шеф Хе-хе Теперь шеф Уже не я Феникс Не мог бы ты прийти Сегодня в офис Скажем К 2100 Нееет Нееет Не 2100 Экономия Ты что ли сценарист Этой игры В офис До скорого, Феникс. Шеф, Мия. День сентября, 21.02. Эридическая фирма Фэй и партнеры. В голову по-прежнему лезут мысли о том, что случилось здесь той ночью. Ты пришел, Мия? Знаешь, я че-то переживала, что ты так и не придешь. Что? Как же я мог не прийти? Вот и славно. А то что-то у меня в животе урчит. Как насчет бургеров? Мия? А-ха-ха, видел бы ты свое лицо. Мия! Эй, ты чего? Это же я, Майя. Девятая Майя. А что, я была настолько похожа на сестренку? Похожа? Да ты была ей. Ммм, это поможет пригодиться. О, Феникс, сходи в магазин и купи чего-нибудь на обед, хорошо? Э, Майя, почему ты тут? Вот поэтому. Видишь, Мия написала мне письмо. Позаботься о Фениксе ради меня. Позаботься о... Что? Она про офис, этот офис. Кто-то ведь должен помочь тебе поставить на ноги юридическую фирму. Райт и партнеры, верно? А кто же еще как не я? Майя Фэй. Пост принимаю. Так, Рахния Сан. Здорово. Так, вот опять плакать. Пришлось выйти на улицу. Там так плохо, там люди. Согласен. Более того, вам скажу, я сегодня тоже выходил на улицу. И хочу вам сказать, что в масках люди только в магазине, в супермаркете. Вне супермаркета я видел двух людей. Я видел человек 30, наверное, на улице, пока шел в магазин. И только двое из них были в масках. Ну, я был в маске. Отвратительно. Отвратительно. Да и в целом люди отвратительно, как-то. Аксю. Да, как-то ты опаздываешь. Ты думал, что это Мия, но нет, это была я, Майя. It's all time. Как там это было в этом Мимасе? All time. Или нет? Нет, это русский, мэм. Это русская фраза из какого-то русского фильма, типа. Все это время были... Так это были вы? Да, это был я. И все это время были вы? Да, все это время был я. Вот. Узурпировалась компания. Убил начальницу и сам стал шефом. Согласен. Есть мотив, кстати. Райд. И выгода. Но это как в фильме достать ножи, между прочим. Кто же еще, как не я? Майя Фэй. Майя Ху. Майя Ха-ха. Просто принимаю. Стоп. Нет, думаю, лучше сделать обстановку неформально. Йоу, Ник. Майя пришла делать дела. Что? Йоу, йоу, йоу. Это Майя в офисе. Камон. Ты же не против, если я буду звать тебя ником, да? Да. Я себе на глаз повязку и буду ником Фьюри. И буду собирать команду Мстителей. Отличное же имя. Мия говорила, что тебя так зовет твой друг Ларри. Ник. Понимаешь, мы теперь одна команда. Знаете, если подумать, это из-за Майи я оказался в такой ситуации. Но не будьте рядом, я бы вообще сейчас сидел в тюрьме. Иридическая фирма Райт и партнеры. А что? Звучит неплохо. Ага. Спасибо, Майя. Твое лицо. Когда прошел второе дело Феникса Райта. Удачи, Феникс. Я всегда буду здесь. Рядом. Так, ну тогда побежали, Ник. А? Куда побежали? За бургерами, глупенький. За бургерами. Тут буквально за углом есть шикарная закусочная. Вперед. Еда не ждет. Да, нам еще теперь на припечительство маленькую девочку отставили. Голодную, которую надо кормить. Понимаете? Только не беги так быстро. Конец. А где моя ачивка? Вот она. Так, добавим новая глава. Мне интересно, сколько людей. Помните, мы начали смотреть в процентах. Так, первую главу закончила 88%. А второе дело закрыло уже 71,6%. Видите, не только лишь все играют в эту игру. Добавим новая глава. Глава третья. Дела о самурае. Так, я хочу, чтобы у нас начались дела, которые по сюжету, во-первых, не будет сразу нам показывать, кто убийца. Это раз. Второе. Никак не будет связано с роднёй, с друзьями личными. А просто какой-то чувак со стороны требует нашей защиты. И мы пытаемся его защитить. Даже не знаю, виновен он или нет. И, возможно, возможно, чуть меньше детективных уровней. А больше суд. И больше разбирательства с уликами. Больше вот именно дебатов каких-то. Вот нам Адамона не хватает, например, на наших стримах по Фениксу Райту, потому что он участвовал в клубе дебатов. И, может быть, подсказал бы какие-то. Ну, вряд ли, потому что сценаристы тут... Я надеюсь, что только первая игра по Фениксу Райту так примитивно написана. Потому что, ну, реально, очень примитивно. У самурая, кстати, какой-то QR-код на башке. Ну, то иероглиф или всё. Ну, если не всматриваться, то похоже на QR-код. Так, принесу и вареники. Приятного аппетита. Толстяк виновит. Нежирный я. Рахния Сан. Держи себя в цензуре, пожалуйста. Ты же знаешь правила общения в нашем чате. Добавил новая глава. Ну, в принципе, мы закончили вторую главу. Можно этом закончить, как бы, конечно. Было бы. Но! Обжекшн. Начинаем третью главу. Хотя бы до первого чекпоинта её доведём. Потому что вряд ли, если дела будут все-таки длинные, а у нас часа четыре занимает дело, вряд ли я. Буду способен его. Так, чё-то я... Я всё пропустил. Надеюсь, начинается аниме. Луна? Нет, тебе пришёл твой чрез изрецать луну. Choose your fighter. Choose your destiny. Сейчас реально Mortal Kombat присыплю. Увидимся в аду, мрачный магистрат. А-а-а. Ра-а. Сверкающие клинки двух воинов схистнулись при свете луны. Один из них пал, но кто? Опадает. Сакур цвет. Не пропустите новую серию. Возвращение тёмного посланника. 14 октября. 17.31. Юридическая фирма, райд и партнёры. Это было офигенно. Увидимся в аду, мрачный магистрат. Ай, перестань размахивать шваброй. Ой, Ник, я и не знала, что ты тут уже. Ну а где же ещё? Что за кошмарный сон эпилептика? Ты сейчас смотрела. Что? Ник, ты что не слышал про стального самурая? Стальной самурай. Он же самый популярный герой юных телезрителей. Юных? А сколько юных? Ну, райд-то уже дед, очевидно. Расследователь дело, кто же умер? Кто из них виноват, а кто в смерти вторых? Ну, лет до десяти. Тогда ты-то почему от неё так тащишься? Эй, мне всего 17. Ей уже 17, ребят. Так, 17, понял? Так что мне можно. Я ещё юна, в отличие от тебя, Ник. Эй, ты так говоришь, будто я дед какой-то. Мне саму всего 24. Тогда давай смотреть вместе. Сериал просто шикарный, и по нему все фанатеют. Когда дошкольников спросили, кем они хотят стать, почти все ответили стальным самураям. Меня искренне тревожит судьба подрастающего поколения. Старый зануда. Ну, в любом случае, серия уже закончилась. Думаю, нам пора и домой. Ага. Найти бы хоть одного клиента. После того судебного процесса надо мной прошёл... После того судебного процесса надо мной прошёл уже месяц. Убийство Мии какое-то время ещё было на слуху. А вот до юридической фирмы Райт и партнёры никому дела не было. И как мне оплатить аренду за этот месяц? Всё наладится. Чую, наш новый клиент уже не за горами. Надеюсь. 16 октября. 8.14. Спальная Феникса Райта. Дзынь, дзынь. Бип. Алло, это Феникс. Ну, не ник. Майя, ты чего? Звонить так урань. С остальной самураей, стального самурая арестовали. Ну, почти. Вы почти это сделали. Вы почти взяли... В клиенты кого-то совсем со стороны. Почти. Чуть-чуть. Не докрутили. А, этого парня из сериала. Да! Говорят, стальной самурая убил злодея. Эээ... Ну, он же обычно этим и занимается. Разве нет? Да, в сериале! Да, в сериале. Нет, я не про сериал говорю. Сейчас всё по-настоящему. Он на самом деле убил его. Он проткнул злодея своим самураевским копьём. Я ничего не понял вообще. В общем, быстрее приезжай в офис. Прошу тебя от них, Бип. А записался ли разговор? 16 октября. 9.22. Юридическая фирма Райт и Партнёры. Майя уже тут. Глаз не свой с телевизора. Утренняя новость. Вчера был арестован актёр Уилли Пауэрс. Пауэрс играет главную роль в популярном детском телесериале Стальной Самурай. Страж нового древнего Токио. Господи, ну и название. Актёра арестовали по подозрению в убийстве. Убитого звали Джек Хаммер. Он играл в сериале роль злодея, мрачного магистрата. Когда погибшего обнаружили, он всё ещё был одет в костюм мрачного магистрата. Ролевые игры. В груди актёра торчало самурайское копьё. Следователи считают, что именно оно и послужило орудием убийства. Это то... Это что, такая-то шутка? Чё, Зоя, однонимаешься? Каноми. Я очень рад, что ты... Можешь в Самурай. Нет, нет, нет. Это кошмар. Стального Самурая конец. Как тебе дальше жить? Зынь, зынь. Бип. Ой, её телефон. Алло, юридическая фирма Райта Партнёра. Здравствуйте. Что? Ник? Это Стальной Самурай. Что? Да, да, конечно. Сейчас же приедем. Бип. Идём, Ник. Идём? Куда? В следственный изолятор. Стальной Самурай сейчас там. А мы-то тут при чём? Притом, это будет наше с тобой первое совместное дело. Чё надулось-то? Давайте посмотрим. На дворе похож денёк. У отеля, напротив, теперь отбоя от клиентов нет. А вон и тот посыльный убирается себе в радостном номере. Так, забей на телефон. Это улика же. Постер одного старого фильма, который очень нравился Мии. Я и сам подумал о том, чтобы её посмотреть. Но потом осознал, что на постере не написано название фильма. Понятно. Ну, 2001 год, поиск по картинке в гугле ещё не изобрели. Ужасающих масштабов коллекции юридической литературы. Но ещё ужаснее то, что мне теперь придётся всё это прочитать. Стол Мии. Хотя теперь это уже мой стол. Когда я за ним сижу, чувствую себя настоящим профессионалом. Любимая комната растения Мии. Майя в последнее время так часто её поливает, что она, кажется, немного опухла. Либо она пытается так его вырастить, либо совершенствует методы пытки водой. Пытки водой. Так. Материалы. Ничего у нас. Давайте покажем ей, кто здесь главный. Как тебе? Ты просто обожаешь хвастаться им направо и налево, да, Ник? Какой удар, по-моему, бедному самолюбию. Когда ссалить анимешники, смотрят своё аниме, переживая за смерть персонажа. Даже расследования идут по этому поводу. Вот именно. Совсем поехали головой. Расследовать смерть персонажа аниме. Да я помню, как, когда, типа, там, в начале двухтысячных с ума сходили, и, типа, по телеку была куча передач о том, что там кто-то насмотрится аниме, а потом режет вены там или, типа, не знаю, наряжается в анимешные костюмы и прыгает с окна. Типа, во всём виновата аниме. И Гарри Поттер. Я не знаю, почему аниме и Гарри Поттер почему-то. Ну, Гарри Поттер обвиняли, потому что там, типа, магия, типа. Вот дети думают, что они волшебники, умеют левитировать. Выпрыгивают из окон. Ну, что будем делать? Что будем делать? Как ты можешь просто сидеть сложа руки? Нам нужно срочно пойти в изолятор и поговорить с остальным самураем. Интересно, она расследовать хочет или просто выпросить себе автографов? Ставлю на второе. Какие есть идеи? У нас пока слишком мало информации, чтобы строить теории. Просто признайся, ты понятия не имеешь, что случилось. Нет, у нас просто мало информации. Ну, идем, идем, так уж и быть, естественно, изолятор. Так, это как-то охвастается своей Докимакурой. Понятно. Только Докимакура не по аниме моя. Было в 2000-х, это сейчас показывают. Не, сейчас видеоигры до сих пор, хотя уже меньше. Уже как-то, как-то сползает. То есть, раньше было телевизор, передачи по телеку, ну или не раньше, там. Потом была рок-музыка какая-то или любая какая-то другая музыка, типа рэп там, не знаю. Но с телевизором это как-то вместе. Потом вот это аниме к нам добралось в нашу культуру. Потом видеоигры. Все на них. А сейчас... А сейчас социальные сети, наверное. Вот это вот. В интернетах начитаются там, насмотрятся и аниме, и видеоигр, и все. 16 октября. Следственный изолятор, комната для посетителей. Едите. Росомаха, это ты? Майя, все в порядке. Это же он, собственно, персоной. Это точно он? Майя, ты чего? Конечно же он. Это Уилл Пауэрс, наш клиент. Эм, наверное, не стоит мне этого говорить. Но он точно совершил его убийство как минимум один раз. А то и все два. Стоп, 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 стоп. Ты чего это вдруг? Да да? Что-то не так? Ну нет, нет. Прекрасно, начало ничего не скажешь. Знаю, знаю, ты разочарована, да. Разочарован? Ой, нет, нет, нет. Нет, я все понимаю. Вот он я, настоящий. В адидасиках. Почему? У него это футболка, но когда он в такой позе, у него как будто это платок, как у Эшварда. Что происходит? Когда меня взяли на роль стального самурая и дали костюм с маской. Вот, видите, опять у него это выпирать. Я решил, чтобы вскрывать лицо зрителей, пока сериал не закончится. Я делал это ради детишек, не хотел рушить их мечты. О, мечты и детишек, но еще и старшеклассниц. Так, а сейчас 5G. Ну, 5G, да. Не, сейчас-то коронавирус, а 5G это уже... Насмотрится своего коронавируса, а потом прыгает. А, виной назначено. Может, у него платок в руках? Ну, не похоже на платок. Но сейчас уже это не так важно. Ну, и как минимум, даже если поток, то мне видится это не как платок, а как его футболка, майка, которая не пойми, что творит. Теперь их мечты уж точно разрушены. Кто знает, что они будут думать о стальном самурае после этого. Шмык. Уа. Ник. Да. Он хороший, в смысле, он хороший человек. Ага. Он никого не убивал. Какие ваши доказательства? Изучим. Ну что, опять наш любимый персонаж. Охранник сеть за комнатой для посетителей. Ни разу не шевернулся. Кажется, он испытывает благовейный трепет в присутствии Ла Пауэрса. Остина Пауэрса. Улыбнись, я сейчас снимаю скрытая камера. Вообще непонятно. Зачем изучать эту комнату? Ничего не происходит никогда. Нет, давайте покажем ему значок. Эээ, вот. Понятно. Да уж. Симпровизация у него туговато. Я уверен, должна была быть ачивка, где я показываю абсолютно всем этот значок. Но я уже ее провалил. Но, возможно, ее нет. Думаю, сперва вам стоит рассказать нам о том, что случилось. Да-да-да, конечно. Я попомню все так, словно это было вчера. Хотя это и правда было вчера. Вы с Хаммером приехали... Мы с Хаммером приехали на киностудию Глобал, чтобы прогнать пару сцен. 5G это распроитель короны. А, по-любому есть. Ну, скорее всего, не знаю. Может, вскрытая ачивка? Я не уверен. Тем утром в 10.00 мы работали над постановкой сражений. А общая репетиция со всеми актерами по расписанию должна была начаться в 17.00. Но когда актеры и съемочная группа приехали к киностудию в 17.00, они увидели мрачного магистрата, лежащего посреди съемочной площадки, как сломанная кукла. И тит. Они сняли с него маску. Во-первых, ничего себе у тебя присуха. Во-вторых, у него дыра в груди идеальная и без крови. Я понимаю, может, рейтинги игры не позволяют, но это странно выглядит. Майя на это намекнула в начале дела. Ну да, да, я тоже задумался об этом, когда Майя намекнула. Это костюм. А, да, возможно, ты прав. Они сняли с него маску. Это был Джек Хаммер. Он был мертв. Кто-то вонзил в него самурайское копье. Самурайское копье? Да, это очень длинное копье, которое стальной самурай использует в бою. Да, да, понятно. У тебя очень длинное копье, мы поняли. Объясните мне, пожалуйста, кто вообще такой этот стальной самурай? Ник, как тебе только не стыдно. Прошу, сэр, простите моего коллегу. Он совершенно не разбирает свои олег современного мира. Эй, это я-то не разбираюсь? О, ничего страшного, правда. Стальной самурай главный герой популярного сериала для детей. Он броет по улочкам нового древнего Токио. Что? Нового древнего Токио? И неустанно сражается с мрачным магистратом, его приспечниками. Но, конечно, у него никогда не получается победить злодея окончательно. Хотя, похоже, в этот раз все-таки получилось. Шмык. Уа. Понятно. Новый древний Токио. Кому такое вообще пришло в голову? О. Мыслим одинаково. Альви Пауэрси. Итак, где вы были в день убийства? Ну, вчера я пришел на киностудию в 9.00. И до полудня мы работали над постановкой сражений. Да я не уверен, что это был костюм. На заднем. Так, извините. Извините. Сейчас. Сейчас. Сор... Да я выпала. Ого Так, щас, щас, щас Same energy, по-моему Знаменитая картина Мунка Под названием Крик Так Это костюм Башмачка обвиняет в кражу Свети Лиз Жулик Так, это что-то сложное Смотри, как ты хотел, не показали, кто убийца И не приплетает родственника друга Да, не показали, кто убийца Но приплели, что это актер Ну ладно, тут косвенно приплели Но не совсем, понимаешь Я хотел бы, чтобы к нам пришел какой-то человек Отдельно и такой, типа, вот Мне нужны услуги адвоката Мы бы выслужили его версию Там что-то поделали Может быть, немножко детективной фигни И потом дело Вот этого я хотел А здесь лучше, чем в прошлый раз Но не до конца Он бы просил Ну, короче, не важно Чтобы вообще не знакомый человек Понимаешь? То есть такое дело, оно нормально Но оно бы было бы нормально Где-то в середине, там, истории Там, какое-то дело Шестое, седьмое Вот Такой заход нормальный В любом случае, да Это лучше, чем первые два дела Их завязка И до полудня мы работали На той постановке сражений Общая репетиция должна была начаться в 17.00 Но я слегка утомился Поэтому после обеда Я решил немного вздремнуть у себя в гримерке Неплохо у тебя тут гримерочная А проснулся я уже после 17.00 Я опоздал на репетицию Понятно, алиби никто не подтвердит Так он тебе не знаком? Ну, он знаком Майе Косвенно знаком Короче, это спор ни о чем Я о том, чтобы вообще Совершенно Человека, который Вообще левый Этот не совсем левый Немножко нет Тут спорить нет смысла Так Понятно Проснулся я уже после 17.00 Я опоздал на репетицию Потому что Твои комментарии сейчас выглядят как Протесты Ну, или здесь ты там Как будто бы Райт давит На свидетеля Типа А вот ты говоришь Совсем незнакомый Но ведь Ты же его не знал Но и Майя его не знала Вот Вскрывал же лицо Что вы это скажете? Я говорю, что Это все не имеет смысла Потому что Мое восприятие таково Что это Не до конца Левый человек Я примчался на съемочную площадку И обнаружил, что там Все были чем-то шокированы Меня тут же арестовали И привезли сюда Значит Вчера он спал Всю вторую половину дня Вот он и Страш нового Древнего Токио Что ж теперь подумают Детишки Шмык Наверное Стоит осмотреть Место преступления Да Киностудия Глобал Я нарисую вам карту Ух ты Ник Идем Ставлю 10 баксов На то, что она будет Клянчить у всех автографов А, господи Это я Ставлю 10 баксов На то, что она будет Клянчить у всех автограф Ну, я полагаю Что раз нам говорят Идти То мы идем Так А ты уверен, что это Твое восприятие? Да, уверен 16 октября Киностудия Глобал Главный вход Опять начался Mortal Kombat Ого Так вот Где снимает Стального Самурая Обалдеть Разве не круто, Ник? Эй Вы двое Это же она Та, кто позировала На этой картине Все еще Same energy Так Эй, вы двое Даже не пытайтесь Прошмыгнуть мимо меня Карга У нее имя Карга Ой-ой, простите Мы-мы-мы Мы юристы Да Ну, поздравляю А я охрана И я полномоченную Проваживать таких Как вы Туристы Вон Да не туристы Ты Не турист Юристы Туристы? Да Туристы Зеваки Розотеи То есть, ротозеи Я знаю вас Услышали Значит, что стряслось И давай тут шастать Ну и молодежь пошла Тут человека убили Хоть слуги Вам больше Или может Вам просто Прокажите Все равно Пошли Юристы Туристы Баклуши бить По-другому Я не буду Это читать Эээ Ник А я в старости Такой же буду Пожалуйста Скажите, что нет Ну, не знаю Всякое возможно Эээй Слушать надо Тех, кто с вами Разговаривает Ну и молодежь нынче Сышь Не туристы Юристы Что это Это мне Еще Че Да епарс А здесь Припаркован Фургон Наверное В нем Переводят Оборудование Декорации Главный Вход На киностудию Слышал Вчера За забором Собралась Толпа Зевак Не снимай Это снимали Ты всего лишь Младший сержант Что? К чему это? На этом компьютере Хранятся данные С камер наблюдения Эээй Руки убрал карта киностудия справа отсюда находится зона для персонала а слева сами студии собственно чем именно занимается киностудия на киностудии global мы воплощаем детские мечты кстати говоря в молодости ей сама то да ладно вы были звездой боюсь я была лишь и искоркой среди звезд милочка тут уже давно все пошло под откос понимаете но еще 10 назад это была самая настоящая фабрика грез да и хаммер тогда сиял ярче всех он хаммер жертва убийства дурачок мрачный магистрат ему с тех пор стали предлагать лишь роли злодеев не самая лучшая смена амплуа прикалов что не используют настоящее оружие они будто фори и звание назвал а ничего а ну господи ты же служивый хлопец понятно что ты звание шаришь фух да подожди и они могут использовать и бутафорию просто шей и бутафорским копьем можно я думаю проткнуть человека если сильно захотеть уилл пауэрс можешь рассказать мне о мистере улле пауэрсе так то он неплохой малый но пусть его маска вас не обманывает ты бы не захотел видеть его на экране без нее уж поверь у впечатлительных старушек от такого заречья точно бы отбил аппетит но видно поэтому он и решил что роль стального самурая это его шанс прославиться кто мог подумать что он способен на такое зверство бедняга хаммер так она еще и обвиняет мы еще не знаем точно ли это дело руку и лапауэрса что да он точно виновен откуда я это знаю а вот оттуда работа у меня такая все знать так она будет светильница что ли а каким человеком был джек хаммер каким человеком ах если бы ты только знал она между прочим заинтересованное лицо возможно была влюблена в хаммера еще когда была сама моложе и тот был еще моложе и популярнее а теперь она гнет линию что убийца это наш клиент джек хаммер навсегда останется в сердцах зрителей величайшим киногероем ох а как он сыграл в динамитном самурае что-то я таком не слышал но 5 лет назад на как произошел несчастный случай с тех пор дела у него и пошли худо играл каких-то жалких злодеев детских передачах да еще слышал оплатили ему сущие гроши плакать хочется да и только почему так уверенно что убийцы мистер powers так мне кажется это она убийца ну блин не знаю я не хотел бы чтобы мы опять доказывали убийцу допрашиваешь свидетелей я хочу защитить клиента вот о чем я говорю увидел как камеру ранил росомаху и убила его что росомаха это наш клиент что происходит или из-за ревности красомахи почему так уверенно что убийцы мистер powers или ну давайте ладно сфантазировать если она убийца возможно хотя с другой стороны странно пути по мотиву заключалась в том что видите как она болеет за этого хаммерса и типа возможно хаммерс скучая по временам старым когда он был героем а не злодеем напялил на себя костюм этого самурая и типа пытался ну бы быть в роли его пока никто не видит и там короче это странные словечки там типа может быть там грубо отзывался дома это магистрате и там еще о чем-то и вот она проходит мимо вот с таким лицом как она любит проходит мимо и такая думает что этот черт себе позволяет еще эти поэтому издевается над над тем человеком который нравится который в старые времена был героем а сейчас на заднем плане я могу его прикончить и во первых поменяется ну освободиться роль а так как в маске в костюме все равно вид кто играет то у этого чувака я пока там хаммерс powers кто из них кто теряюсь фамилия получат у роль и никто не заметит толком но зато он снова будет главным главных ролях и типа ему будет классно и ей будет классно что он вернулся на главной роли но нашли то тело в костюме магистрата того она его переодела что но с другой стороны с другой стороны крови то не было даже если был костюм все равно я думаю должна была быть кровь через дырку от этот просочиться а вот если она его переодела другой костюм это чем это делать она просто сбежала бы все возможно с него маска слетела она увидела что что натворила ну короче это все домыслы но такой сюжет вполне был бы реален основываясь на трех фактах из 100 которые мы знаем по этому делу пока что запись камер нужна она боится подпускать не но это вообще-то ее работа не подпускать не пойми кого как бы удалять не не умеет и ждет пока не сами удаляться но это странная теория в итоге так и будет хаммер умер так вчера как обычно стояла тут на посту пришла сюда 13.00 и пробыла до 17.00 когда нашли тело студия в которой произошло убийство находится слева отсюда поэтому чтобы попасть туда нужно пройти через меня и вчера только один человек прошел здесь с 13.00 до 14.30 когда произошло убийство и это был мистер пауэрс да я увидел точно хаммерс хаммер умер пауэрс обе не а ну тут все правильно 17.00 все верно но это же время когда обнаружили тело но мистер пауэрс сказал что в это время спал у себя в гримёрке ой ну еще бы он так не сказал он же не дурак но кроме того тут больше никого не было это он убил бедного хаммера помяните мое слово не пора ли вам двоим уже домой меня что тут смотреть давайте шевелить ножками ну вообще-то мы тут по просьбе мистера пауэрса как чувство что видок у вас больно подозрительный покажите мне его письменное прошение а там уж посмотрим бабуля считает что она тут самое главное ну ладно возвращаемся с изолятор здравствуйте как там на киностудии они все считают что я убийца да нет вовсе нет правда женик да правда для них вы максим просто подозреваемый шмыг мистер пауэрс вы же от меня ничего не скрываете так ведь что на больше похоже теперь на платок куда присмотрелся нет я бы ни за что так не поступил вы сказали что после обеда спали в гримёрке да спал как младенец но вахтёрша сказал что видела вас в это время она утверждает что видела как вышли к месту преступления что быть такого не может я я ничего не понимаю я правда спал клянусь мистер пауэрс если вы хотите чтобы я вам помог вы должны сказать мне правду я только недавно стал адвокатом и мне сейчас нужна любая помощь понимаю извините шмыг но я спал покойной матушкой клянусь я спал покойной матушкой клянешься сейчас мы попросим маю провести спиртический сеанс она вселиться в ее тело мы с ней поговорим может вахтёрша просто показалось что она меня видела тогда кого она видела не похоже чтобы он дал кто-то напялил костюм самурая пока сходится с моей теорией чувак напялил костюм самурая пошел в нем она подумала что это пауэрс кстати насчет вахтёрши у главного входа насчет вахтёрши она просто жуй сказал что у меня подозрительный видок да уж она и мнение что такое как-то раз говорила а ну снимай эту маску вот что она говорит снимай эту маску а моя теория пока все еще верна и подходит под эту историю она хотелось чтобы эту маску носил другой она подлизывается ко всем важным шишкам на киностудии но если хоть раз сболтнуть и что-то не то она больше житья не даст да она совсем нагревшая не могли бы написать прошение о том чтобы я вас защищал в суде либо она убила либо соучастник я покушал отлично теперь я хочу есть но на самом деле я захотел есть еще и до час назад но скоро мы будем заканчивать так что нормас к конечно прошение от пауэрса добавлено материал дела документ по подтверждающий что я адвокат уилла пауэрса надеюсь теперь эта вахтёрша нас пропустит получай велосипеды мэм извините пожалуйста это письменное прошение от мистера пауэрса так так да это и правда его узнаете детские каракулит прошение от пауэрса передана вахтёрша подумать только он решил доверить свою судьбу какой-то подозрительной молодежи кошмар кошмар ладно можете проходить но только налево к обеим студиям направо нельзя там зона для персонала никого не пускать подруга так не сказали мне это лично сам детектив сказал детектив сейчас мы этого гармаша встретим там и ник послушай я взяла у нее карту студии пока она отвлеклась ого неплохо неплохо главный вход за на для персонала арка гримерная студии все есть и между прочим не стоит по 50 центов за штуку но не к нам пора 50 центов карта киностудии глобал карта добавим материал дело так аллея около студии номер один ёкарный бабай приветствую 16 октября аллея около студии номер один гармаш это ты ты же убийца из того дел а это же тот растерян детектив господи что за птицы знаешь что пряди прокурор эш в рот ужасно расстроен и все из-за тебя я видел как он пьет чай у крюма оставившись в окно да господи что с птицами происходит так и что эй если он расстроен то только потому что из-за из вас такси детектив детектив по-моему ты его обидела ой нет я не хотела простите меня ну мне кажется чтобы его обидеть даже стараться не нужно ты права подруга это я виноват хотя и веню других глубине души я знаю правду но уже детектив не злитесь на себя так будут еще другие дела ну да наверное ты права эй а вы да что тут делаете ну как бы сказать мы тоже расследуем это дело приятель чего и ты не можешь просто так взять и начать и говорить свой приятель это моя типичная словечко да уж тип он еще тот камера у них тут камера висит это камера наблюдения она автоматически снимает всех кто здесь проходит посмотрев на компьютерные данные с камер можно узнать кто сегодня тут был на камере что-то написано ст 1 307 наверно это ее номер ст 1 307 экономия запоминай так я сказал что что-то не то он виноват садим его что-то у меня уж болят ноги болят посижу тут немного пожалуй хорошая мысль приятель дай ка я тоже прися детектив разве вам не надо работать ну так то да но слушай подруга детективы тоже люди мы тоже успеем стоять талисман киностудии смахивает на какую-то обезьяну но разве у обезьян бывает такой нос он держит указатели направо студии номер один налево студии номер два что-то с ней стряслось по ней как будто ураган прошелся а вчера дул ужасный ветрище на голову просто оторвало да еще дерево снесло серьезно детектив гамшо что находится слева отсюда похоже ту дорогу перегородил упавшее дерево а ну да туда идти безопасно лучше не ходи приятель да и смотреть там особо не на что мне сказали что раньше там была студия номер два сейчас она больше не используется сказали ему на арке висит большая растяжка с приветствием слышал сейчас у них дела идут не очень поэтому не пускай сюда посетителей в те дни когда съемок нет и чуть-чуть зарабатывать на плате за вход вот как а вы немало разузнали об этом месте детектив знаете вы в любой момент можете уволиться начать работать здесь а и момент какой подходящий но же кому-то теперь заменить талисман студии и ты нашли намекаешь приятель да может самураем быть ничего примечательного смысле ничего примечательного вход суде номер один именно там обнаружили дело тело джека хаммера ник давай зайдем и глянем что внутри блин закрыто видимо без ключ карты туда не попасть логично что они хотят пускать внутрь посторонних дайте угадаем есть у гармаша ключ карта как предполагается расследование детектив но мы мне таком тебе рассказывать нельзя приятель ник может и не стоит спрашивать прямо в лоб ага хорошая мысль и так детектив не возражаете если взгляну на ваш документ на мой документ отчет о вскрытии и самую актуальную версию если можно да точно извиняюсь что в прошлый раз так вышло приятель отчет о вскрытии джек время смерти 15 10 14 30 а да все правильно причина смерти проникающий ранение грудной клетки копьем а на каком основании арестовали мистера пауэрса приятель все очень просто убийство произошло на территории студии номер один хаммер пришел туда примерно к 13.00 в это время кроме него там никого больше не было согласно отчету о вскрытии смерть наступила в 14 30 и только один человек находился рядом со студией номер один с 13.00 до 14 30 и это был никто иной как росомаха больше никого там не было приятель если ты мне не веришь спроси об этом вахтершу главного входа так ст 307 возможно умер от удара по голове мыслителем вот это был вообще просто история ник но если это правда кто угодно будет считать что это дело рук пауэрса спасибо утешила вахтерши хотел спросить вас насчет вахтерши а то милая старушка она самоочарование что мы точно об одном и том человек и говорим когда я показал свой значок она угостила меня пончиками с кофе пауэрс про это говорил помнишь она обожает подлизываться к тем кто главнее ее она даже появилась со мной ценной уликой что какой еще уликой ну это фотография и на ней видно как стальной самурай направится на место преступления что кто вас фотографировал подруга видишь камеру на арке на арке там еще большая растяжка висит а когда кто-то проходит через нее эта камера автоматически делать фотографию о нет ник у них есть улики нам кранты странно для человека с вескими уликами он выглядит не слишком радостно что-то не так приятель ведь у тебя не радостный а вы как-то вы слишком радостно это сказали о-хо-хо-хо это ну мы бы хотели расспросить работников киностудии без проблем подруга ступайте куда душа пожелает только вот я уже отыскал все улики до вас ха 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 рад что хоть кому-то тут весело идем ник нам разрешили тут побродить давай теперь рассмотрим каждый камешек подожди самая важная улика вот детектив это мой значок адвоката мда как-то грустно что тебе приходится объяснять что это за значок приятель настоящий мужчина показывает свой полицейский значок без всяких объяснений согласен дизайн моего значка стараюсь желать лучшего лучше бы на нем просто была большая буква а так сразу понятно что ты адвокат или алкаш не знаю ха не уверен стоп что а почему не могу пройти куда-то еще не глянь-то вахтерша уплетает пончики за обе щеки блин реально хочется есть теперь путь я сегодня почти купил пончик с этим магазин а потом посмотрела цену такой а дорого были бы донаты ребята были бы донаты пончики наши внутренние я бы потратил их на настоящий донат но теперь еще пару недель не выходите из дому так что такое надо за пару недель набрать донатов видимо все копы любят пончики а еще зубы не нужны чтобы еще зубы не нужны чтобы их жевать эй вы двое ну что убедились уже что пауэр свиновен вот надо было и усложнить мне жизнь отдав фотографии детективу гамшу снимок мэм почему вы ничего нам не сказали о фотографии что а а той фотографии я решил что будет лучше рассказать о ней лично детективу так правильнее знаешь ли хорошо хорошо что на арке слева отсюда остановили камеру иначе бы этого снимка не было в мои обязанности как раз и входит ежедневная проверка фотографий так у них нет видео у них есть фотки основание для подозрений вы на киностудии и фотки мой пост находится в самом центре хочешь не хочешь а мне у меня все равно пройти придется что-то бедняги хамера было почти 30000 когда он отправился в сторону студии а убийство произошло около 14 30 так в этот промежуток время времени стрессе на 14 30 я видел только powers да и камера его засекла если это был не он то я даже не знаю кто может вы смешно поштил молодец я не шутил а насколько популярным актером был погибший джек хаммер ох когда то он был тут самой яркой звездой когда-то точно он шикарно сыграл в бородатом самураи и это в том числе да он затмевал всех в былые времена заставлять такого талантного человека играть этого мрачного магистра магистрата просто позор по камеру это больно ударило его можно понять по поводу камер наблюдений а про камеру рассказать она сама все делает камера замечает когда кто-то приходит через арку и тогда щелк вроде бы она еще и время на на фотографии пишет но к чему мне все эти подробности я просто пролистываю фотографии на компьютере у себя на посту делаю это в конце каждого рабочего дня вот что это это мне еще чего что это мне понятно 16 октября киностудия global зона для персонала блин че тоже что-то уже прям чувствую головокружение какой-то легко от голода сейчас умру надо заканчивать ник тут и творится вся закулисная магия о смотри гримерка пауэрса похоже люди пока не спешат сюда идти давай глянем что тут есть так спустя час после удара ну по-любому есть достижение возможно 28 уровень экономии не закончишь раньше чекпоинта сам сказал ну блин да сказал такие шуты жду когда чекпоинт будет чертов мне честно говорю мне больше интересует конечно моменты когда судебное разбирательство идет они детективные хотят ну перед делом на это важно так изучить рядом звери гримерке висит табличка уилл пауэрс круто наверно быть звездой со своей личной гримеркой окно гримерки стекло с матовым покрытием поэтому чего не разглядеть так кола конфеты чипс нет не пройду жвачка надо же все такое обычное я думал тут будет какие-нибудь крутые фирменные снеки или хотя бы попкорн стой смотри самурай кола ник попробуй дамы вперед что самурай кола ничего примечательно понятно ничего примечательно это промахнешься на столиках лежат достатки вчерашнего обеда видимо вчера всем было не до уборки на одной из тарелок был стейк но теперь на нем остались только косточка стейк на косточке я бы сейчас не отказался перестаньте про еду задолбали ты же только что съела бургер стейки бургеры ага но у меня есть отдельный же желудок специально для стейков что она медиум так это труселя какие-то грязные вход в гримерку дверь не заперта эй ник давай заглянем может найдем там себе что-нибудь на память смысле найдем кто знает вдруг там лежит самурайское копье не нужно никаких никакой копье и вообще это орудие убийство да было бы очень печально если бы у него там лежал самурайское копье наверное здесь у них склад тут хранятся всякие декорации ого ник а ты шаришки на индустрии ну а что еще им хранить на складе киностудии гримерный так раньше судебного дела не будет надеюсь шестнадцатых трек на суде глобал гримерная гримерка пауэрса значит это тут он спал по крайней мере если верить его словам никто же не видел как он здесь спал так ведь да еще и засекла камера неподалеку от места преступления да мы не видели фотку что тому же там просто типа чувак в костюме самурая идет ну-ка они же не говорят что это пауэрс нам это вахтерши считают что это пауэрс а вот гамшу гармаш который он сказал что это был социальной самурай что намекает надеюсь он не лжет ради уже блага так кажется тут кто-то спал может это и правда был пауэрс закрыта видимо не часто открывает окно снаружи все таки довольно пыльным у него здесь висят не только костюмы но и обычно одежда наверное его собственную вот бы примерить какой-нибудь костюм как по мне ты уже в костюме реально она в той же самой одежде будет жить все время гримерка всегда устанавливать большие зеркала моя прическа все такая же стильная колючая как я и люблю всякие гримы другие средства ухты это же парик из буги-вуги самураев ник надень его нет как тебе вообще удалось вспомнить из какого сериала этот парик я ну немного фана фанатею по сериалам про самураев немного буги-вуги самурай бородатый самурай кто еще на столе лежит перекус наверное здесь всем не отопите на чай печенье некий хочу есть ты же только что съела бургер она у меня есть отдельный желудок специально для сладкого сколько же у него всего желудков сумка вот это может быть интересно похоже это сумка пауэрса я не открываю ее смотри-ка ключ карта наверное тоже его тут написано студия номер один ник давай возьмем ее а должен ты хотел сказать а должен ключ карта для сотрудника позволять попасть на студию один интересно что там еще парса в сумке моя моя помощница начинающая воришка ну будем защищать ее в суде видимо в следующий раз но мы нашли то что нам нужно было музыка закончилась так стоп почему я не могу пойти на студию что тут какая-то какая-то дичь эй детектив извините-ка что где стоп 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 не показываем ее конфискует же эх а так хотелось похвастаться блин ну ладно как скажете а как мне воспользоваться тогда вход в студию номер один именно там мы обнаружили тело джека хаммера ник давай зайдем глянем что внутри интересно сработали ли ключ карта который мы одолжили у пауэрса дверь открылась отлично мы проникли на объект что-то нас слишком радостно для человека который пришел на место преступления я бы с гармошом туда шел на самом деле ну ладно идти там обрисовали тело 16 октября студия номер один все хорошо ты вдруг затихла разве тебя не пробирает ник это белая лента на слишком слишком реалистичная ну здесь ведь и умер мрачный магистрат его убил стальной самурай орудие убийства самурайское копье куда же реалистичнее фудзи яма похоже на какие-то фоновые декорации видимо для стального самурая конечно даже знаменитая гора новая фудзи яма разве стальной самурай защищать не древний токио оттуда вообще видна фудзи яма ник не древний токио а новый древний токио ах да точно ого ты только глянь на эту камеру она наверное стоит кучу денег да уж наверное так что лучше не трогай а что если она работала и записала кто убийца ух а свита на и такая тяжелая эй стойка стойте камеру трогать нельзя опана ой простите моя помощница на как бы сказать как бы сказать ну ты скажу уж как-нибудь эмма кто ты я я работаю тут ассистенткой помогаю с реквизитом переставляю заказываю ну и все в таком духе а мы адвокаты мистера пауэрса а так вас мп нанял мп мистер пауэрс дошло да ребята вам не позавидуешь но помогите там ему хорошо мп и мухи не обидит он точно не виновен не переживай мы его не подведем подождите пришла конечно но еще не все посмотреть ого ты только глянь на эту камеру она наверно стоит кучу денег да уж наверное так что лучше не трогай ухо света не такая тяжелая понятно то же самое смотри лестница это же стремянка и в чем разница тебе следует прекратить мыслить общепринятыми стереотипами ник а извини я никогда не начну ее понимать что за рюкзак удачный неудачный ничего себе смотри режиссерское кресло всегда мечтал на таком посидеть эй ник взгляни это же одна из тех черно-белых дощечек которыми обычно хлопает при начале съемок ты только посмотри на это мегафон настоящий мегафон господи кроме мегафона на стриме готовник свет камера мотор у него в голове еще больше тараканов чем я думал а это что такое эту штуку использую для работы с освещением отражающий экран кажется ли какой как-то так его обычно держит ассистент во время съемок а прикольно что такое куда делся весь твой кино энтузиазм но освещение тоже здорово но я хочу быть режиссером или самим стальным самураем кажется она не шутит на полу с помощью ленты отметили как лежало тело джека хаммера момент гибели на нем был костюм мрачного магистрата видимо поэтому контур в области головы выглядит как шлем странно что после убийства таким изощренным способом здесь не осталось никаких пятен крови а его убили не здесь его сюда притащили а его убили на студии 2 а может это несчастный случай может реально была гроза на него упало дерево он умер а в актерша это увидела и такая нет какая бесславная смерть моего любимого актера некогда сделаем из его смерти хотя бы сенсацию а еще обвиним в убийстве этого ублюдка который был его врагом в сериале садина я поиграла в этот ваш рейд shadow legends о господи ты же вроде бы играл в него и до этого ли ты спустя какой-то промежуток время не снова заиграл затем прикольно наплатить чтобы снять предмет с персонажа что вай во первых зачем тебе снимать предметы ты что хотел проверить если нижнее белье у персонажей или можно их раздеть до гола вот так вот ты играешь ролевые игры сразу же первым делом а тебе таки обжекшн заплатите видимо большую часть впитал костюм костюм-то мы не видели покажем и значок м а что насчет этого извините я пока не хочу не очень хочу думать о том что случилось понятно можешь рассказать что случилось день убийства хорошо я весь день провела на киностудии вчера здесь больше не было никаких других ассистентов кроме меня из ассистентов был только ты ну да дела ведь на суде сейчас так себе а вчера мы всего лишь хотели поработать над постановкой сражений видите щуки на студии дела не очень им эта история можете по сделать рекламу вчера мы все всего лишь хотели поработать над постановкой сражений о поняла утром мы прогнали пару боевых сцен в зоне для персонала слушайте а если приглядеться то там стоит вахтерша вы видите то что вижу я потому что вы наверно может быть плохо видите посмотрите в нижнюю часть экрана над материал и настройки вот еще смотрелся в сцену в этой сцене чувак который умер приложил хорошенько пауэрсу и вахтерша во первых это то чем я пытался сказать этим восхищается но присмотритесь копьё обломалась его не могли убить копьём потому что копьё поломалась утром мы прогнали пару боевых сцен в зоне для персонала там были mp и хаммер ну и все остальные зона для персонала это же там находится гримёрка пауэрса да да именно там так хаммер пообедал в зоне для персонала пошел в студию номер один да да не там обедали остались кости со стейка когда хаммер ушел mp отправился свою гримёрку после этого я никого из них больше не видела а тебе известно чем пауэрса занимался с гримёрки нет я бы ни за что не пошла к нему гримёрку бессрочной необходимости смысле он ведь там да за кого меня принимаете что нет извини ничего такого не имел ввиду уверен ты порядочная девушка вот и подтвердили алиби блин что теперь ник мы не узнали ничего полезного если в студии номер один приходил только mp тогда убийца то точно он у них даже фотографии есть м простите понимаешь что вы сейчас заняты да не особо честно говоря меня кое-что беспокоит опять и двадцать пятый кадр а вот вот она зацепка улика но не совсем но вчера после полудня мне показалось что кроме меня тут был еще кто-то показалось да и причем несколько раз может это были другие работники студии нет вряд ли на утро у нас была запланирована лишь постановка сражений и вчера из ассистентов здесь была только я мне кажется это был кто-то посторонний правда стоп если был кто-то и правда пробрался сюда это бы заметила вахтерши а ты права простите что ничем больше не могу вам помочь нет нет наоборот ты нам сейчас очень помогла нам сейчас пригодится любая помощь а теперь пойдем разберемся с той вахтершей значит тебе показалось что на киностудии был кто-то посторонний да наверное желательно безнаверное пожалуйста ника что насчет вахтерши если на киностудии кто-то проник она не могла этого не заметить так а при непрозрачным фоном копья не видно кстати да согласен если конечно это не была сама вахтерши 16 октября киностудия глобал главный вход что вы два еще здесь ну и новые так повледнели словно привидение увидели чего я заметила как ты подозрительно место зыркнул я бы хотел еще раз спросить у вас о том что произошло вчера вы прощали на свой постер на основной верно а примерно время смерти хаммер от 1430 вы уверены что за это время тут проходил только powers зуб даю дело в том что нам сказали что вчера на киностудии был кто-то посторонний что вы точно уверены что все время были здесь никуда не отходили мэм поломалась кто кто вам это сказал кто посмел усомниться во мне так а ну-ка укладывайте все дай побыстрее иглоголовый ты дурак кому то значит не нравится как я работаю я правильно поняла ну мы просто поговорили с ассистенткой в студии номер один это девчонка да вообще на полставки работает вот молодежь болтливая пошла вся как на подбор знаю вас ничего не задумаясь между прочим молодой нема смешливый что сейчас град ушла ну что ник можно можем сделать что хотели пока она не стоит у нас над душой так птички опять заперли на этом компьютере хранятся данные с камер наблюдения ник может у нас получится найти на на нем фотографии с пауэрсом да возможно воспользоваться компьютером конечно хорошо давай-ка попробуем ник ты желаешь техникой похоже мне надо просто убить несколько цифр так сначала нужно ввести дату для для убийства то есть вчерашнее число судя по всему вчера камеру включили в 13.00 в это время вахтерша пришла на свой пост пожалуйста уберите камеру о нет 307 же вроде 307 там чайка камера если конечно это не так так выбрал эй смотри принтер распечатал вчерашнюю фотографию так что текст 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 что тут у нас 307 я же говорю идет кто-то в костюме самурая 307 что ну и где здесь уилл пауэрс ну кроме него этот костюм больше никто не носит видимо поэтому вахтерша решила что это был он думаю детектив гармаш не сильно обрадовался когда получил эту фотографию в качестве улики наоборот и что-то написано до 15 октября 400 фотографии номер два странно может там еще есть фотографии не на компьютере больше ничего нет на компьютере больше ничего нет фотография пауэрса сделано у арки между главным входом и студиями 15 октября 400 фотографии номер два они их слушай может воспользуемся этой фоткой завтра в суде ага поставим наконец эту вахтершу на место да уж поставим на место вот-вот слушай а давай давай покажем эту фотку и посмотрим что она скажет погоди лучше не надо почему нельзя так рано раскрывать свои карты противнику ник а ты коварней чем я думала держу пари ты бы даже мог стать новым мрачным магистратом эй почему это я сразу должен быть злодеем расслабься просто пошутила ну так что на сегодня все думаю этой фотографии должно завтра хватить хотя было бы лучше если бы мы хоть что-нибудь узнали про настоящего убийца может это и правда то вахтерша продолжение следует время 4.00 мрачный маргинал маргиналом да хочу сохранить текущий прогресс да в принципе сюда же да фух ну что ж три часа мы сегодня с вами провели за фениксом райтом и мы с вами закончили второе дело это успех хотя я считаю что сценарист слукавил довольно сильно так уже суд уже уже идет суд как мне вернуться главное меню как не спойлерить себе уже все спойлерили так как выйти куда то как выйти из игры непонятно не важно короче закончить второе дело это здорово начали третье дело первый акт детективный у нас есть фигуры на шахматной доске я думаю завтра мы продолжим наше разбирательство надеюсь что раньше чем сегодня вот у меня особо каких-то сверх планов нет на сегодня были да и как то типа я отдыхал после тяжелой трудовой рабочей недели вот и так в полу каком то отсыпался в полу особенное состояние занимался делами завтра делов особо нет так что я думаю мы продолжим ну в любом случае будет стрим и с великой вероятностью это будет именно феникс райд но возможно я психанул и мы пойдем играть последнего хранителя васгардена но скорее всего это будет райд такие дела поэтому спасибо всем кто заглянул большое спасибо экономе который весь стрим здесь был все три часа со мной помогал советовал иногда давал вредные советы типа показать записку с именем майя и т.д. и т.п. но наше приключение продолжится в следующий раз на сегодня все я пошел кушать и вы тоже покушайте кто не рахнея санны кто не варил вареники или пельмени что он там варил эскейпа меню эээ джи и все спасибо так в итоге это записка помогла ну в итоге это записка помогла но не так как мы думали вообще то есть у нас было две вещи очень странные даже три вещи это записка которая сюжетно была вписана это были осколки торшера которые никак нигде не фигурировали а просто потом по сюжету опять таки райд их всунул и это план помещения который мы долго ну точнее план обзора и помещения мы долго это у себя хранили не понимали куда применить и наконец-то нашли под самый конец поэтому хотелось бы больше вариативности как бы хотелось бы очень много хотелось бы но возможно в первой части феникса райта этой вариативности вообще практически нет ну потому что мне кажется что второе дело мы завалить не могли в принципе потому что если мы его завалили игра бы закончилась окончательно черт знает ладно хочу есть отдыхать и вам тоже советую хорошего вечера не болейте все эти дома и до завтра часиков 4 в 3 наверное можем начать я думаю пока это не что это не это не